Всем добрый вечер. Меня зовут Виталий Валянюк, представляю ProBusiness. У нас сегодня онлайн-вебинар по теме мотивация сотрудников, как удерживать ценные кадры в компании. Совместный вебинар про бизнес и компании PriorLife, единственная частная компания в Беларуси, которая практикует, предлагает накопительное корпоративное страхование. И тема, на наш взгляд, очень актуальна. И судя по количеству регистраций, мы видим, что действительно актуально. 115 плюс человек у нас зарегистрировалось. Это компании разных сфер, разных бизнесов. Те, кто будет нас смотреть в записи, я думаю, что много сегодня полезного тоже узнают. Те, кто будет смотреть в прямом эфире, задавайте по ходу нашим спикерам вопросы, комментируйте. Я как адвокат аудитории сегодня буду полностью на вашей стороне и буду стараться, чтобы за час мы как можно больше полезного получили. Мы сегодня поговорим в нашем вебинаре, что такое материальная, что такое нематериальная мотивация, как ценных кадров привлекать. На рынке их в принципе было всегда немного, всегда работодатели жаловались, что не хватает классных специалистов, не хватает классных топ-менеджеров, менеджеров, специалистов. А сейчас их стало еще меньше. И как их удерживать, если мы их привлекли, если компания уже инвестировала в ценного сотрудника, как его удержать, как его замотивировать работать в бизнесе как можно дольше и расти вместе с компанией. Поэтому поговорим про материальную и про нематериальную мотивацию в первой части. Представлю нашего спикера Анастасию Шнек, HR специалист, эксперт в Avium Games компании, преподаватель в IT-школе Teach Me Skills, более 7 лет опыта работы в HR сфере, консультирует, обучают специалистов для IT-компаний, но уверен, что будет Анастасия рассказывать актуально для любой компании, которая работает с талантами, работает с сотрудниками, которые определяют будущее и настоящее бизнеса. И представлю нашего спикера Антона Гуриновича, компания Prior Life. Вот как раз во второй части поговорим про то, как инструментами корпоративного накопительного страхования можно удерживать ключевых сотрудников и как находить такую модель, которая будет выгодна и компании, и сотруднику. Окей, дайте обратную связь, слышно ли нас, видно, те, кто сейчас подключился, те, кто в прямом эфире, можно прямо в чат написать. А я передаю слово Анастасии 20 минут для того, чтобы… Вещай! Да, для того, чтобы самое важное, самое главное по теме материальной и нематериальной мотивации рассказать. Ну это прям задачка со звездочкой за 20 минут про мотивацию, но мы будем стараться. Спасибо большое, я тоже, наверное, представлюсь, рада присутствовать. Зовут меня Настя, да, как Виталий уже представил. Буду рассказывать про мотивацию, наверное, начну с самого корня, да, нашей сегодняшней темы, слово мотивация, и постараюсь рассказать в своем понимании, не из Википедии, что такое мотивация. Мотивация – это то, что побуждает к действию, то, что двигает, и то, что выступает стимулом, и стимулы у всех эти очень разные к достижению целей, и цели эти тоже могут быть разные. Поэтому мотивация, в нее, наверное, да, самое еще важно заложить, то, что я уже сказала, про стимулы. Для каждого они могут выступать разными, быть, для кого-то это могут быть материальные, а для кого-то нематериальные. Наверное, тоже, чтобы продолжить, очень важно определиться в терминологии. Материальная мотивация для меня – это все то, что про деньги. Это про заработную плату, это про бонусы, это про бенефиты, которые компания предоставляет, и то, что мы платим. И материальная мотивация – это, наверное, тот базовый гигиенический стимул для работы нашего сотрудника. И есть, конечно же, нематериальная мотивация – это все то, что выдается, но не в деньгах. Есть даже такой миф среди нас, HR-ов, да, и бизнеса, что мотивации нематериальной не существует. Все равно компания, она платит, она покупает даже те же подарки в виде книги купить. Это нужно потратить денежку, купить подарок, приобрести что-то, оплатить социальную страховку или что-то. Это для компании все равно материальная мотивация. Но для меня все то, что ложится в карман нашего сотрудника – это материальная мотивация. Все то, что он физически не может, не ощущает, потрогать, не в карман его не ложится – это уже, наверное, не материальная мотивация. То есть это очень важный момент. Если конвертировать деньги нельзя… Криптовалюта – это… Понятно, но это можно конвертировать деньги, да? То есть если это то, что получает на карточку сотрудник, понятно, материальная мотивация, да, какие-то социальные выплаты в том числе и так далее. Но то, что дает компания абонемент в фитнес-зал или еще что-то за то, что компания заплатила, то есть для нее это материальные расходы. Но если я это в деньги конвертировать не могу, ну, если только не продам где-то этот абонемент, да, то это для меня не материальная мотивация. У нас много разных мнений, но я придерживаюсь этого мнения. Вот этой терминологии будем придерживаться. Хорошо. Понятно. Окей, идем дальше. И, конечно, есть такой момент, что больше работает. Очень часто задается материальная либо не материальная мотивация. Для меня они не работают раздельно. То есть для меня симбиоз материальной и не материальной мотивации – это то, что помогает удержать нам сотрудника и развивать нашего сотрудника внутри компании. Конечно, когда сотрудник приходит в новую компанию и выходит из предыдущей, они больше внимания обращают на материальную мотивацию. Конечно же, все мы меняем работу, в том числе одна из причин – это более высокий доход. И сотрудники обращают внимание именно на денежный фактор. И здесь уже нужно включать какую-то окладную часть, какую-то KPI, которая должна быть для него прозрачной, мы должны для него объяснить. Но когда сотрудники проработали в компании уже 3 месяца, 6 месяцев, у каждого это свой период разный, денежная мотивация уже перестает давать усиливающий, доминирующий, мне кажется, эффект. И здесь уже вступает в такое право нематериальной мотивации, которая проявляется для каждого. Мы опять-таки вспомним, выше говорили про стимулы, у всех они свои. Для того, для кого-то это команда, для кого-то это социальный пакет, для кого-то это обратная связь, которую он получает, для кого-то это технологии, с которыми он работает, эксперты, с которыми он общается внутри команды. То есть здесь уже вот эта нематериальная мотивация – это среда, в которой он есть, команда, отношения и бонусы, которые он получает, они вступают тоже уже в свою игру. Обучение еще может быть за счет компании? Может быть, да, за счет компании можно перечислять этот список, достаточно он большой. И поездки, и корпоративные мероприятия, и тимбилдинги, и какие-то даже игровые комнаты, обеды, в офис заказывают. То есть зафиксируем первые 3-6 месяцев, до полугода, пока сотрудник компании, пока сотрудник компании, нам очень важно обеспечить гигиену, чтобы он понимал, что то, что ему обещано, он получает, то, что материальная мотивация, ради которой он покинул старую компанию, пришел в новую, она работает, но дальше у него уже какие-то… Он привыкает к этому, и это уже не выступает тем стимулом. То есть уже даже на уровне гормонов у него нету новых впечатлений от того, что он опять получил заплату и 3-ю на карту. Да, люди, они очень привыкают к потребностям, и свои очень быстро подстраиваем под нашу новую заработную плату. То есть уровень жизненного уже поменялся, да, соответственно, с заработной платой, и вот каких-то импульсов, стимулов у человека через 6 месяцев, если все хорошо и стабильно, в материальном плане их уже нет, нужно отдавать вот эту нематериальную мотивацию. Ну, нематериальную мотивацию, ну да, поддержу тебя, но у всех это может быть опять-таки свой какой-то временной период, конечно, я соглашусь, что есть те ребята, как мы говорим, там, голодный художник, да, у него есть миссия, у него есть ценность, это как рисовать картины, он может позволить тебе, ну, вот какой-то такой момент идти за целью, ценность для него будет, да, в картине, но с большего, конечно же, больше процент людей, это да, это вот через, ну, да, такое классическое понимание, через где-то там 3 месяца даже не только как человек меняет работу, идет повышение внутри компании, к этой цифре он уже привыкает, и она перестает выступать этим стимулом, и как раз-таки здесь для того, чтобы удерживать наших, наших ценных кадров, нам нужна нематериальная мотивация. К ней он никогда не привыкнет, если ее постоянно менять, да? Я сейчас расскажу, как я это вижу, да, и, конечно, прежде чем мы пойдем еще дальше говорить про материальную мотивацию, я тоже хочу заложить такое одинаковое определение понимания, что, конечно, заработная плата у всех может быть разная, кто-то может там зарабатывать одну сумму, кто-то может зарабатывать к ней x2, и поэтому здесь там может, наверное, тогда полететь комментарий, что там 1000 и 3000 это разные зарплаты, для кого-то они будут выступать, если у меня есть 3000 зарплаты, то мне все остальное не важно, да, я хочу определиться в таком базовом, что мы будем понимать, что наш специалист, которого, да, например, мы рассматриваем, хотим удержать, в нашей компании он получает вот эту среднюю заработную плату, которая есть на рынке, либо медианную заработную плату, которая есть на рынке. Понятно, что если она у него отличается очень сильно в x2, в x3, в x4, чем есть на рынке, то, возможно, он будет в компании сидеть очень долго, потому что он будет понимать, что больше ему никто не предложит, да? Да, материальную мотивацию он все равно не конвертирует в x2, в x3, в x4. Правда, что сейчас вот многие компании, особенно в IT-отрасли, от нематериальной мотивации стараются отказаться, да, и говорят, больше мне лучше заплатите окладную часть, и тогда мне больше ничего не интересует. И вот нематериально все вот эти штуки, в офис, там, обеды, овощи, там, и так далее. Массаж, это все мне не нужно. Есть такой тренд, или… То есть запрос на то, что дай тебе деньгами у сотрудников, он есть по рынку? Ну, вы знаете, мне кажется, есть, есть такая динамика в эту сторону, предлагают очень многое, и все равно сейчас, я не знаю, хорошо это или плохо, можно с разных сторон рассмотреть. В IT-среде, к сожалению, рынок такой, что переманиванием кадров, а переманивают они за счет денег, и мы сами формируем в наших сотрудниках понимание того, что я там сейчас выйду на рынок, и мне дадут x2, x1,5, и вот этот денежный фактор, мы сами сформировали то, что сейчас IT-специалисты стоят столько дорого, потому что найти экспертов, найти хороших ребят сложно, и вот этим игрой в суммы мы формируем то, что люди в IT-сами же, сами перегрели, сами разогрели. Прекратите, уважаемые работодатели перегревать, потому что другие сферы тоже страдают. Ведь очень многие специалисты, они всегда выбирают, так, уйти в IT, или остаться в этой компании, в этой сфере развиваться профессионально, и, конечно, когда войти x2 или x3, то выбор очевиден, поэтому это на них все равно влияет. Антон, продолжаю твой вопрос, если задаваться, почему, например, IT-компания может отказываться, я бы даже не сказала, что отказываются, возможно, они там где-то приостанавливают, либо не усиливают, еще больше не дают по нематериальной мотивации, и потеряла свою логику, да? Да, причины, да, по которым, потому что для кого-то важен английский, и компания ему дает английский, он этим пользуется, для него это стимул и ценно, но если я знаю английский, почему компания там 100 долларов платит тебе за английский, а я же могу их получить просто 100 долларов, да, например, в карман, здесь уже материальная мотивация, если начинают люди рассматривать, потому что у всех стимулы разные, и кому-то нужны обеды, кто-то сидит на удаленке, они ему не нужны, и вот поэтому от этого разного восприятия, для кого-то это опять вернемся, то, что мотивирует одних, не мотивирует других. Но компания не проиграет, если она просто деньгами это раза скажет, ну вот кто-то на удаленке, кто-то вовсе, давайте мы вам просто заплатим. Ну, три, Виталий, мы только что говорили, что ага, три месяца прошло, и сотрудник, а дайте еще, поэтому здесь такая очень тонкая грань, чтобы самому не наступать на свои же грабли. Ну, нас в основном работодатели смотрят, поэтому, конечно, они вот по ту сторону этой грани, и как все-таки удерживать и мотивировать. А вот я вот как раз-таки и расскажу. Хорошо, поехали дальше. Все оставлено на десерт, да? Да, грань есть, здесь, конечно, нужно смотреть, ощущать свою какую-то команду, разговаривать с командой, то, что ей нужно, спрашивать. Ну, сейчас тоже постараемся прийти, как как раз-таки удержать наш персонал. И если говорить дальше про материальную мотивацию, я бы хотела про нее проговорить, что, понятно, здесь она тоже у всех отличается. Тот специалист, если мы возьмем, например, специалиста по продажам, который сидит на, возможно, небольшом окладе на больших процентов, его портрет, его стимул очень сильно будут отличаться от человека, который сидит на большем окладе и у которого там маленький процент, либо совсем его нет. Поэтому, конечно же, здесь тоже у этих ребят будет мотивация разная, и понятно, что KPI должны быть более прозрачными, более понятными, как можно заработать для человека, который там в продажах, и у которого заработная плата зависит от большого процента. Но если мы говорим про бонусы, если мы говорим про бенефиты, которые дает компания в виде денег, я бы хотела про базовые принципы рассказать, которыми не стоит пренебрегать и стоит учитывать. Это такой момент, если мы говорим про бонусы, про премии, момент справедливости. То есть мы всегда стараемся даже внутри нашей компании быть очень прозрачными, и если мы даем за какие-то экстра усилия, за какую-то дополнительную работу, либо за хороший выполненный план продажи, либо еще что-то, бонус нашему сотруднику в виде денег, мы всегда делимся со всей командой, почему мы дали ему. То есть мы рассказываем, какое это было экстра достижение, экстра усилие, потому что наши сотрудники в колуарах, либо просто между собой, они всегда будут знать, кому заплатили, кому не заплатили, очень тонко это чувствуют. Поэтому здесь должен быть такой момент прозрачности и справедливости. Если даем, то за что? Момент своевременности, если мы говорим про материальную мотивацию, он тоже должен обязательно присутствовать. Все говорят, и это действительно так работает, что отложенная мотивация, она уже не является такой мотивацией. То есть если какой-то результат есть в этом месяце, то оплата должна желательно и прийти в этом месяце. То есть сотрудник чувствует, что его благодарят за вот это. Нежели там, например, если сотрудник в конце года получает премиальную часть, премию за достижение, которое он сделал в январе-феврале. То есть отложенная мотивация, мы сами немножко стираем ту ценность, которую она нам дает и позволяет лояльность заслужить у нашего сотрудника, мы сами это забираем у себя. Ну и здесь тоже встает момент того, что разные специалисты разного уровня очень часто в разные периоды получают вот эту денежную мотивацию. Кто-то говорит, что менеджеру либо руководителю тяжело там каждый месяц давать премиальную часть, все-таки его заслуги и достижения видны там по окончанию года, либо как сработала команда. Ну здесь как бы тоже уже нужно самому судить, когда нашим руководителям. Понятно, что специалисту там продал, заработал, да, и можно дать премию. То есть быстрый результат, быстрая обратная связь в виде денег, быстрая реакция, стимул реакции. Спасибо, да, да. Да, да, если говорить уже про сотрудника, про руководителя, то здесь, конечно, нужно выбирать самому топ-менеджменту, как платить, но я за то, чтобы это тоже было подкрепление быстрое, чтобы он чувствовал вот это спасибо, то, что его результаты ценные, потому что через, повторюсь, несколько месяцев это уже будет не топ. Ну раз квартал, это нормально для топ-менеджмента, там квартальные планы, да, я думаю, да, да, это тот период. Проговорили про прозрачность, про своевременность, про справедливость, да, и, конечно же, она должна быть такая ощутимость премиальной части. Есть тоже, если мы говорим, например, не про премию, про заработную плату, то насколько повышать, очень часто задается всем вопросом, где вот та цифра, которая нормальна, да, которая заставит сотрудника остаться. Есть, да, тоже классическое определение, что это именно вот эти 30% зарплаты, нужно повышать на 30%, это та цифра, которая ощущается сотруднику. Но здесь, конечно же, вступают, не знаю, другие вводные, которые могут быть и там позволяют, не позволяют нам дать вот эти 30%. Может, там, если у нас изначально была завышена заработная плата относительно рынка, и мы теперь не можем столько дать, либо там сотрудник, ну, ничего сильно не поменялось в его работе, мы не можем там дать ему 30%, это будет там несправедливое в отношении его новых задач, там, повышение. Поэтому классическое 30% — это классическое в том плане, что ощутимое то, которое он прочувствует и замотивирует его там, да, работать дальше и чувствовать вот эту благодарность. То есть повышение должно быть ощутимое. И мне кажется, что здесь компания должна сама не забывать. Очень часто, когда мы говорим спасибо нашему сотруднику, денежное спасибо, мы можем дополнительно вшивать это в такое, знаете, общественное признание. То есть все мы люди любим, когда нас хвалят на людях. И если мы говорим про компании, про среду, в которой мы работаем, и хотим, чтобы видели, что наши коллеги видели, что мой авторитет подкрепляется, я сделаю крутой проект, мне говорят спасибо. Как раз-таки та прозрачность, по которой я чуть-чуть выше говорила, если мы говорим там, да, спасибо и даем премию, мы еще в каком-то общем канале, общем чате, всегда в компаниях есть какая-то ЦРМка, в которой мы можем сообщить, что там Иванову Ивану там, да, была выдана там премия, например, он сделал так круто-круто. Ну, цифры с премией мы не озвучиваем, или? Лучше не надо. Лучше не надо. Нет-нет-нет, здесь уже не надо. Здесь разные бывают коллективы, разная культура, то есть лучше не надо. Я думаю, что, конечно, да. Получил хорошую премию по итогам месяца, да, за такие-то результаты. Ну, можно просто, даже можно не получил премию, а можно просто, что такое-то было достижение, да, либо если в компании там раз в месяц выдается там кому-то, там, можем списком, но обязательно почему, да, то есть и мы на самом деле Иванов двух зайцев. Мы и прилюдно его благодарим, прилюдно говорим ему спасибо за результаты, он получает еще дополнительно нематериальное подкрепление, нематериальную мотивацию. Вот, это что касается материальной мотивации, мне кажется, ее базовых принципов. И дальше я бы хотела перейти, наверное, в нематериальную мотивацию, может, есть какие-то уточнения? Может быть, да, уже есть вопросы, есть несколько вопросов, как раз по материальной мотивации я их задам, а по нематериальной те вопросы, которые наши зрители, уважаемые, написали, я тогда во второй части, Настя, адресую. Значит, вот хороший вопрос от Катя Олешко, если неправильно произношу фамилию, извините, но написано Кейт Олешко, во-первых, благодарит Анастасию, пишет, работали с Анастасией, ты крутая, передает приветы наши зрители. А вопрос такой, а как мотивировать менеджеров по продажам, если у них длительный цикл сделки? То есть если у них, там, они продают какой-то проект, 5-6 месяцев идет сделка, и их нужно поддерживать тонуси, чтобы не потерять энергию, но деньги от клиента приходят, допустим, через полгода, и какой-то бонус можно заплатить через полгода, да? Вот как на длинной дистанции в таких бизнесах, в таких циклах мотивирует людей? Ну, это, как мне кажется, очень сильно похоже на риэлторский такой бизнес, когда ты зарабатываешь, исходя из процента, заработал, продал-заработал, не продал-не заработал. Мне кажется, это те моменты, о которых мы договариваемся с сотрудником на старте, да, а что мы можем ему, по сути, на самом деле еще дать? То есть если он еще не продал, если сделки нет, а, возможно, сделка и не случится. Если мы говорим про материальную мотивацию, клиент может там висеть с нами на удочке до последнего, да, ну и отказаться, а мы там, как мы можем его мотивировать и заплатить, если мы говорим про деньги, про финансовую мотивацию. То есть здесь мой момент искренности и честности на этапе собеседования, когда мы проговариваем про его KPI и про его мотивацию. То есть в данном случае он сам понимает, и он взрослый, он решает о том, что ему это подходит. Мне кажется, что мы, Катя, здесь можем сами стараться закрыть какие-то его потребности, хотя у него их может и не быть. Здесь как раз-таки работает не материальная мотивация больше, чтобы его поддерживать, чтобы его подогревать. Обратная связь, развивающая, ну вот про то, что я хочу рассказать по втором блоке. Ну, то есть если, допустим, в продажах оклады небольшие в компании, да, и я понимаю, что премию, а и цикл сделки тоже большой, то есть это не то, что продал-продал-продал, а, допустим, полгода длится сделка, и только через полгода я могу получить какую-то осязаемую премию. То правильно ли понимаю, что совет просто на старте, перед приходом в компанию, на собеседование, честно рассказывать, что вот у нас вот так. Какие бывают циклы? Оклад у нас небольшой, цикл полгода, поэтому если готовы терпеть и есть там для этого возможность, то добро пожаловать, как бы, если не готовы, ну… Ну, смотри, мне кажется, если цикл сделки полгода, то здесь действительно нужно варьировать и играть окладом. То есть, возможно, окладную часть пересматривать стоит. Ну, и как вариант, потом эту окладную часть можно повышенно учитывать в той премии, то есть мы авансируем, по сути, будущую премию через более высокий оклад, да, но потом, допустим, вычитаем из бонуса вот этот вот увеличенный оклад, который компания как бы заранее заплатила, если ты понимаешь, о чем это. Я поняла, но а если сделка не состоится? Ну, это риски компании. Мы что, заберем? Это риски компании. Ну, забрать, наверное, нельзя будет, потому что оклад – это то, что компания, это святое обязательство компании заплатить. Что касается продаж, именно сферы продаж, то здесь мотивации очень разные бывают, и их действительно нужно рассматривать уже там с руководителем отдела продаж. Знаю, что некоторые компании, если ты там, у них есть какие-то квартальные подсчеты, ну, например, сколько ты продал за квартал, и от этого у тебя зависит оклад на следующий твой квартал, либо на следующие полгода. Если ты перешел какой-то грейд, то у тебя оклад повышается, и в следующие там 6 месяцев ты можешь зарабатывать оклад не 500 рублей, а 1000 рублей. То есть можно вот этим варьировать и можно этим играть. Ну, я, может, здесь дополню, поскольку такой вопрос, который тоже был актуален для нашей компании, общались мы со специалистами в сфере продаж. Один из советов, может быть, он тоже Екатерине будет полезен, это когда мы понимаем, что, действительно, нашего менеджера до крупной премии, там полгода или сколько-то месяцев, и мы устанавливаем ему оклад, вот, минимальный, и вторую часть, которая может получить как премию, даже не продав ничего, за нужное действие, которое он сделает, которое должны привести к сделке. Там, не знаю, нужное количество встреч, количество КП, да, то есть что-то все равно измеримое, что приведет к результатам компании и менеджера в будущем. И тогда он понимает, что оклад у него, допустим, минимальный, но он еще все равно, даже не продав, по месяцу может получить премию, если все, что он должен сделать, он сделал, да, он или она, вот. Ну, а уже когда, собственно, сделка будет совершена, сумма придет на счет компании, тогда еще получит хорошую премию, хороший бонус, ну, как вариант. Можно, но мне кажется, это как раз-таки тоже история, про которую стоит говорить на собеседовании, то есть он должен понимать, что если я не сделаю сделку, или мне ждать 6 месяцев, у меня есть возможность заработать через проектные, возможно, задачи. За счет какие-то действия, за счет какой-то проектной задачи, да? То есть очень важно в любом случае, что вот самой компании понимать, как удерживать этих людей и на собеседовании проговаривать, чтобы потом не было суперпитов. Если это не стартап, то, конечно же, компания понимает, сколько у них средний цикл сделки, через сколько клиенты платят. И, конечно же, нужно, как-то сказать, отшлифовывать свою мотивацию для того, чтобы удерживать наших ребят. Под свой бизнес, под свой бизнес, под свой бизнес. Да, если мы чувствуем, что у нас цикл сделки очень большой и длинный, давайте добавлять эти проектные задачи и вписывать их в мотивацию. Но мой, наверное, самый большой совет, что это все должно быть прозрачно. Он должен понимать, как ему можно заработать. Если не заработать, то что еще нужно сделать? Потому что портрет специалиста по продажам, это если мы там про истинного продавца говорим, это, конечно же, деньги. Они очень сильно заточены на деньги, и у них должна быть мотивация, и они должны понимать, как они могут заработать. Ну, если все кандидаты не видят, как они могут заработать в течение полугода, значит, надо что-то менять в компании с нашей системой мотивации, если все отказываются. Ну да. Хорошо. И еще один вопрос, или такой вопрос, комментарий от Анатолия Трофимука про разницу в зарплатах у одинаковых по должности и скиллам, компетенциям специалистов. Вот почему так бывает в некоторых компаниях, правильно ли это? Потому что из практики это может демотивировать, когда сотрудники узнают о том, что мы там одинаковой должности, одинакового уровня примерно, но почему-то кто-то получает там на 30 или на 50% больше, чем я. Вот твое мнение, твой комментарий по такой ситуации. А это и вправду демотивирует, когда наши сотрудники, например, выходят на рынок, но я скажу, что это начинает демотивировать в тот момент, когда сотрудник уже не вовлечен, и у него нет вот этой, наверное, голодной страсти к своей компании. Сейчас постараюсь объяснить. Сотрудника на старте очень сильно мотивируют деньги, когда он приходит в компанию и меняет работу. Но потом он вовлекается в продукт, в ценности, в задачи, он понимает цель, он понимает, зачем он делает, он видит свою пользу, его развивают в компании, и он немножко присоединяется к компании. Если в компании внутри с ним начинаются какие-то конфликты, недопонимания, он не чувствует свое развитие, с ним не разговаривает, нет какой-то мотивации, то вот это начинает очень расти, вот эти какие-то, да, такой вот ворота между, ну я даже не знаю, как это, очень усиливается его, надо как-то так подобрать. Напряженность, он построен. Я бы даже сказала, что если раньше это выступало стимулом, то теперь он, как это сказать, он просто не позволяет, ну он начинает уже обращать внимание на деньги. Если раньше он еще может не обращал внимания на это, то теперь он готов это все оставить, если там, ой, случился конфликт, блин, зачем мне это терпеть, случился второй, зачем мне это, там со мной не разговаривают, зачем, а тут он еще узнал про деньги, да, все, ему это не нужно. Здесь в таких моментах, когда есть большая разница в заработной плате, именно вот этого своевременной коммуникации с сотрудником, все ли его устраивает, чувствует ли он развитие, развивается ли он, понимает ли он цель компании, куда движется, совпадает ли цель компании с его личной целью, и чтобы не росли вот эти какие-то дополнительные моменты, которые могут его триггерить очень сильно. Они не должны расти в таких компаниях. Ну а вообще это может быть, и чем это объяснить, если в компании, да, одинаковые уровни специалисты, одинаковые подложности по функционалу, но вот заплаты у них разные. Внутри одной компании? Да, внутри одной компании. Это ли нормально? Это ли нормально. Это ли нормально? Ну, кто уже ответит на это с точки зрения, да, какой-то гигиеничности и отношения к сотрудникам, конечно же, нет. Но, тем не менее, все равно, даже они не могут быть прямо дианаковы по скиллам, либо по еще чему-то. Очень часто, когда сотрудники входят в компанию со студенческой скамьи, например, да, они не понимают рынок, и у них может зарплата быть ниже, чем они наняли с рынка другого специалиста, который стоит там дороже и понимает свою ценность. Бывает, такое очень часто бывает. Это ли нормально вот все-таки? Ну, я думаю, мы с вами можем ответить на этот вопрос, но оно такое и есть. Я считаю, нет, но это мое мнение. Ну, а грейдинг должности, разве он не позволяет немного эту ситуацию, немного уравняюсь? То есть, когда люди с одинаковым функционалом, но у них разные весовые категории, то есть, к примеру, там, ну, вот он ведущий специалист, там главный специалист, там старший, там младший, да. То есть, по сути... То есть, по сути, какая-то грейдация должна быть должности, хотя бы для того, чтобы было понятно, почему он или она на 20% больше получают? Я думаю, что в таких компаниях не факт, что сотрудники знают про это. Если они знают, то они начнут разговаривать про это. Они придут к вам. Они скажут, а почему-то у его нового больше, а у меня меньше. То есть, лучше, как бы, все-таки, опять же, запрозраченство, четкую систему, чтобы вот этих прецедентов не создавать, потому что где-то там, условно, в курилках, в чатах все равно это всплывает, и рано или поздно начинается недовольство. Почему я зарабатываю? У меня по грейдам все то же самое. Знаешь, когда начинается недовольство? Когда появляются какие-то недопонимания, дополнительные факторы. И, как я уже просказала, да, возможно, какой-то конфликт случился на работе. Не дали ему проект, либо не оценили его. Когда что-то еще дополнительно начинает подбрасываться в этот огонь. То есть, психологика такая, что если по нематериальным факторам он расстроился, а еще потом смотрит материальный, и там тоже что-то не так. Это тот триггер. Все, приехали, да? То есть, если еще меня и деньгами не тут не держат, то что ж я тут трачу время в своей жизни, да? Ну да, он начинает смотреть на рынок, да. Это не нормально, но это присутствует очень во многих компаниях, на любых должностях. К сожалению, к счастью, частный бизнес построен таким образом, что когда мы там, да, можем даже, например, сотрудник один зарабатывает на той же, одной же должности, там, тысячу и две тысячи долларов, потому что одного мы взяли со студенческой скамитом, например, росли, 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 либо у него просто потребности были другие. На самом деле сейчас из-за феномена коронавируса мы даже можем взять сотрудника из Ульяновска, из Украины, который стоит 500 долларов, а в Беларуси такой же сотрудник будет стоять полторы тысячи долларов. Вы, если руководитель бизнеса, вы сами зададите себе вопрос, ну зачем мне платить, если человек максимально удовлетворен своими 500-100 долларами, да? Из Ульяновска. Какие интересные тренды на рынке происходят, там, мотайте на усу, да. Феномен, да, вот этот коронавирус, если вы работаете удаленно, конечно же мы расширяем сейчас нашу локацию. То есть у нас география нашего рынка труда расширилась. Очень сильно расширилась. Мы можем брать из других стран сотрудников русскоязычных, ну если это еще международный бизнес, не только русскоязычных, и просто смотреть, сколько мы готовы платить за эту позицию. Да, да, если у нас, к сожалению, ну почему может быть разница? Если это оба белорусы, то разница бывает, мы нанимаем, соответственно, мы платим дороже. А если из Ульяновска, то там другой уровень жизни. Простите меня, Ульяновска, я так уже сказала. Хороший город, да. Хорошо, еще один вопрос попрошу тоже на него лаконично ответить от Анатолия. Что делать с уникальными специалистами, но очень редкими, когда компания по сути получается в заложниках у него? То есть другого такого найти сложно. Как тогда его правильно мотивировать, чтобы не возникало у него соблазна манипуляции компанией? Давайте еще мне плюс 30, еще плюс 30, я сейчас уйду, я сейчас уеду в Ульяновск. Что делать? Здесь, конечно же, нужно, я бы поговорила с сотрудником, а что интересно ему. Да, то есть, мы когда у нас что-то, ну здесь, наверное, не совсем будет такая хорошая аллегория, бывают разные варианты, кто-то дает какой-то процент, если это прям настолько узкий специалист, это может быть какой-то, какой-то процент от бизнеса, какая-то акция, какой-то собственный проект. То есть там акционная программа какая-то, может быть, что он там станет совладельцем направления, миноритариям, или даже целого бизнеса, если он там прям такой редкий определяет результаты бизнеса, да? Что еще может быть? Здесь можно поговорить с сотрудником, возможно, мы иногда сами закрываем за него, даем ответы, да, просто, когда у нас сломалась машина, ее нужно сгонять там, да, на СТО, провести диагностику. Точно так же поговорить с сотрудником, а что ему было бы интересно, может, он хочет какой-то проект развивать, да, и мы ему дадим, может, ему там действительно, если интересно повышение по заработной плате, то мне кажется, здесь тоже стоит разложить немножко все по полочкам, показать ему цифры, можем ли мы ему дать это, не можем, то есть объяснить, рассказать вместе с ним, разобрать. база для клада, из чего мы вообще можем выплачивать. Манипуляция может быть тогда, когда, может, он действительно не владеет этими цифрами, но, как говорится, да, такой в книге, черная книга менеджера, да, если сотрудник стимулом выступает только деньги, это искусственное и отложенное увольнение, он все время к вам будет приходить, через полгода, через три месяца, через четыре, если у него стимул только деньги, всегда найдется тот, кто его перекупит. То есть лучше сразу с первого раза расставаться, да? Ну, не факт, что нужно расставаться, нужно сказать, что его еще мотивируют. Он будет, если вы готовы к этой манипуляции, то она будет постоянно продолжаться. Перекрыть манипуляцию можно тем, узнать, вовлечен ли он, если у него строятся проекты, продукты, как я тогда говорю, вот это реальная зрелость и вовлеченность. Если он зрелый, то он понимает зрелость, это умение объективно оценить себя, объективно оценить бизнес, и что бизнес ему может дать. Если его возможно допустить к цифрам, то действительно разложить и показать, что за твою работу, за вот эти результаты мы можем дать еще столько. К сожалению, здесь мы не можем дать столько. Ну, это нарастает результаты на столько, и тогда от этого столько, мы тебе дадим еще вот столько, да? Но манипуляция, если это такой человек манипулятивный, она будет... Процентная история какая-то. Да, да, что можно делать, это так. Но узкие эксперты, если это такие немножко... Не, манипуляцию допускать нельзя, потому что это же... Она не остановится потом. Она не остановится. Это надо пресекать все-таки. Я здесь, вы прочувствуете, постарайтесь пообщаться с сотрудником, что его мотивирует работать в вашей компании. Если это чисто деньги, то вопрос будет повторяться, чтобы мы ему не дали. Если ему интересен какой-то проект, задачи, команда, рост, технология, может его отправить на обучение, которое он потом принесет в вашу же компанию. Может ему менторство интересно, может ему хочется там чего-то еще, поговорите с ним. Понять его триггеры, что его мотивирует. Кто еще его мотивирует работать в команде? Может он на самом деле очень сильный, глубокий эксперт, он кайфует от этого и просто говорить ему там чаще спасибо и чаще благодарить на уровне сотрудников, подогревать его мотивацию. Этим, простым спасибо. Ну, ответ принят, понятен. Спасибо. У нас еще немного совсем времени для нематериального блока, давайте по нему все-таки пройдемся. С деньгами, с материальным более-менее мы разобрались и идем в нематериальный блог. Я хочу, наверное, нематериальная мотивация, это, ну, конечно же, все то, что как мы проговорили, там, не в карман кладем нашему сотруднику, а там социальная страховка, медстраховка. Здесь я, наверное, скажу, что каждых людей, повторюсь, опять мотивируют разные. И здесь мы должны запускать в нашу компанию, чтобы попасть в запрос наших сотрудников, опять-таки, да, проводить вот эту диагностику с моей точки зрения и разговаривать. Если вы хотите запустить в медстраховку, хоть что-то такое большое, дорогое, либо там накопительного страхования, возможно, да, либо еще что-то, поговорите с сотрудникам, что им было бы интересно, интересно ли мы это, пускай большинство примет решение, потому что то, что мотивирует одного, не мотивирует другого, да, там, мы можем решить, подарить полет там на воздушном шаре, для кого-то это демотивация, но он высоты этой боится, да, и зачем нам давать демотивировать сотрудников. С обязательным использованием. Для вот этих, вот для шантажирования. Сразу застрахую. Для тех, кто шантажирует компанию, полет на воздушном шаре без страховки. Посмотрим, да, как он демотивируется. Прилетит, если посмотрим, поговорим потом, когда приземлиться. Слушай, ты такой хороший сотрудник, а вот тебе подарочек, да? Ну да. Поэтому, если мы говорим про нематериальную мотивацию в чем-то таком, да, там, английский, возможно, обучение или еще что-то, возможно, тоже разговаривайте с сотрудником. Конечно, это все хорошо работает, если говорить про IT-компанию, то это уже такой базовый комплект, базовая комплектация, английский, спорт, там, не знаю. Медстраховка. Медстраховка. Но на самом деле, скажи мне, во всех этих компаниях это есть, да? Я бы хотела поговорить про нематериальную мотивацию с двух сторон. Оно тоже относится к нематериальной мотивации, но то, что нам гораздо основательнее, позволяет сформировать и развивать, удерживать наших сотрудников внутри компании. Это момент цели, который идет в компании. Я очень часто вижу, что компании не доносят правильно цели для своих сотрудников. О чем я имею в виду, да? У бизнеса, у собственника может быть какая-то цель, например, там, не знаю, заработать миллион, миллиард чистой прибыли, да? Но сотрудники могут этого не понимать. Да, даже если понимают, то может их не сильно зажигать. Не сильно, может и не зажигать, да? Работаем тут, зарабатываем ему на новую яхту. Да, да. К чему? Да, конечно же, для художника мы не объясним, что ты там должен заработать в компании миллион, ему там интересно рисовать. заработать мне на новую яхту, да? Немножко про другое здесь я хочу сказать, что всегда в корпоративной культуре для того, чтобы все смотрели в одно направление и работа не делалась в стол с сотрудником, мы должны транслировать эти цели. Сейчас постараюсь на простом примере объяснить. Например, наша цель построить гараж. и у нас есть крутой сотрудник, который круто перформит, который там обзванивает, его задача, например, там, не знаю, закупщик, его задача купить материалы. Он звонит клиентам, да, он выбивает скидки, он договаривается о сроках поставки и нам привозят дерево. Да, и это дерево лежит на складе, лежит на складе, лежит на складе, а дом мы строим из кирпича. И вот это момент того, что для сотрудника это где мотивация, да? Да, гараж, спасибо большое. Это момент той демотивации, что его работа сделана в стол, он не чувствует пользы, он не чувствует, что он с бизнесом идет и дышит в одном направлении. А для бизнеса к сотруднику претензий нет, потому что он настолько качественно перформит, да, делает свою задачу, делает свою работу, но делает не туда. Это все вопрос цели, поэтому... Знаешь, это очень большая тема, наверное, даже на отдельном вебинаре, но я бы хотел тебя спросить, вот какие цели из твоего опыта они сотрудников зажигают и реально как-то их вдохновляют? То есть вот что может быть целью компании, точнее, какая может быть у компании цель, которая бы сотрудников обрекла и мотивировала его работать хорошо и лучше? Опять буду повторять, что все равно все мы понимаем, что и бизнес работает ради денег. Есть, конечно, миссия, это то, что для общественности, да, то, к чему полезна общественность, нашим продуктам, нашей технологии, чем-то еще. А есть цель, и все мы прекрасно, люди понимают, что итоговая, конечно, цель, самая большая, это деньги, да, и нужно транслировать бизнесом, что это деньги, но цели спускаются каскадно, это разработать продукт, да, возможно, для кого-то может быть большой целью, если мы там разрабатываем очки виртуальной реальности, и это зажигает. Что-то новое на рынок, новую технологию, новый продукт. это может быть, например, целью. Для кого-то целью, то, которая, ну, цели для каждого отдела, конечно же, будут разные, это вызовы маленькие, да, для, например, нашего отдела, там, маркетинга, это, не знаю, миллион подписчиков на нашем сайте, там, да, на нашем YouTube-канале, либо на нашей социальной сети, то есть это что-то такое вызывающее, понятное, и желательно очень сильно оцифрованное, да, измеримое, да, измеримое, чтобы люди понимали, к чему идти, где точка А, где точка ТАБ, к которой мы стремимся, и я хочу вот донести момент вот этой четкости, что не все сотрудники понимают, какая цель у нашей компании от этого, даже если очень сильный, крутой сотрудник, его работа может быть сделана в стол, и он не будет чувствовать вот этой мотивации, и скорее всего, такой сотрудник потухнет, а если же он понимает, что наша цель достигнуть миллион подписчиков, то он будет идти к этой цели, он будет понимать, какие его шаги, он будет понимать, что он цепочка к достижению большой цели, но цели все спускаются каскадно, поэтому для меня понятие и прозрачность целей внутри компании, опять-таки повторюсь, что там они спускаются ниже, и цели у всех будут разные, но общая цель, к которой мы идем, она будет одна. Вот эта прозрачность целей позволяет нам удерживать, потому что люди понимают, куда нам идти, как оцениваются результаты, что является критерием успешности, оценки моей работы, и вот это одно информационное поле, в котором они находятся, позволяет нам принимать вот этот такой верный decision making, как говорится, какое бы мы решение не приняли, оно нам может быть некачественным, мы можем принять супер качественное, супер правильное решение, но неправильные действия не приведут к результату. Да, вот он будет закупать дальше дерево, просто не зная, что мы строим там гараж из кирпича. Хорошо, то есть зафиксируем, цели должны быть понятно измеримы, понятно транслируемы обязательно, то есть они надо знать в компании, и знать, какие цели у других отделов, и как мы взаимосвязаны в наших целях, то есть как мы идем к одной цели общей компании, к каким-то общим целям бизнеса, и понятно, что всегда финансовый результат компании, это как говорится, счет на табло, как в спорте, то есть всегда мы смотрим в конце квартала или года на этот счет, но на это влияют у маркетинга своей активности, у HR своей активности, у продажника своей активности, и вот с этим общим счетом завязать именно их конкретные измеримые вещи, на которые они могут влиять, работая на общую цель компании. Здорово, если эти цели, конечно, еще кросс-команды, например, когда мы взаимодействуем с командами и понимаем, что часть работы одной команды зависит от другой команды, это тоже хорошо, это такое взаимодействие идет. Мне кажется, здесь есть сложность именно довести цели до бэк-офиса, если еще фронт-офис, он понимает, куда он там… Помогать работать фронт-офису, ускорять операции, ускорять закупки, документооборот, переводить его в электронную форму, чтобы максимально содействовать нашим продажникам, нашему фронт-офису и так далее. Это тоже может быть целью. Кстати, иногда и бухгалтеров мотивируют, чтобы бэк-офис не тормозил, как это бывает иногда в компаниях работу, а наоборот как-то помогал, ускорял, и это тоже можно оцифровать. Поэтому в идеале, конечно, у любого сотрудника должна быть цель какая-то измеримая. Он должен был там у бухгалтера, у закупщика, у листа. Он должен понимать, что будет критерием его хорошей оценки его работы. То есть что значит, что я свою работу сделал хорошо, что меня признали, что я полезен в этой компании. Мы всегда должны ему желательно поставить эту цель. То есть мы не всегда можем думать, что цель компании вот эта корпоративная культура, а вот как раз-таки вот это играет в долгую, когда мы удерживаем наших сотрудников. Когда они понимают цель, когда они понимают, что мы разрабатываем продукт, мы разрабатываем игру, либо мы 3D-очки виртуальной реальности какие-то разрабатываем. Вот это, когда они понимают, что они идут вместе с бизнесом и мотивируют их в долгую быть в компании. Столько вопросов сыпьется, коллеги, что я, наверное, попрошу, все равно в нашей трансляции чуть-чуть увеличим время вебинара, чтобы все успеть на них ответить. Но попрошу тогда, Настя, завершить у тебя блок нематериальной мотивации. Ой, я боюсь, что если я его сейчас завершу второй темой, которую я хочу сказать про обратную связь, блок еще посыпется. Тут у нас вообще целая серия вебинаров, конечно, просматривается. Давай попробуем завершить. Давай попробую. Еще очень важный момент, как нам удерживать ценных кадров и те ребята, которые нам важны. Я отдаю большое значение обратной связи, развивающей обратной связи, корректирующей обратной связи. То есть сотрудник должен знать, где он сейчас, какие у него сильные стороны, какие у него слабые стороны, что ему нужно, например, прокачать, как его оценивают коллеги. То есть, опять-таки, вспоминаем, денежная мотивация, она вот уже у нас сработала, и как мне дальше, как нам дальше удерживать нашего сотрудника, мой ответ, давая вот эту развивающую ему связь. Как это может быть? Это может быть через оценку 360, которую мы можем запускать. Это может быть давай. Давай поясним для части этой истории, потому что у нас есть разные компании. То есть 360, когда мы проводим опрос всех сотрудников, кто взаимодействует с нашим оцениваемым, собираем обратную связь, насколько с ним там коммуникация, насколько он профессионален, то есть берем его сильно и слабые стороны, и потом, собственно, видим вот по всему периметру, по всему диаметру работы сотрудника, видим вот как его оценивают коллеги. Да, наверное, прошу прощения, поясню. 360, почему это называется еще оценка? Потому что вот меня, например, оценивают со всех сторон. Меня оценивает мой руководитель, меня оценивают мои коллеги такого же уровня, меня оценивают сотрудники другого структурного подразделения, меня оценивают, возможно, мои подчиненные, если они есть. Мы получаем оценку 360 со всех сторон. Все, кто взаимодействует с собой компанией. Все, кто со мной взаимодействует с компанией. Они могут оценивать мои, как это у нас говорится, хардскиллы, они могут оценить мои софтскиллы и показать мне, где я нахожусь сейчас. Конечно, принять вот эту обратную связь каждому сотруднику бывает больно, особенно если мы говорим про какие-то минусы и хотим им подсветить слабые стороны. Но здесь, опять-таки, говорим про зрелость, что зрелые сотрудники, они поймут, что им это нужно развивать, и если они где-то будут подтягивать, это усилит их в будущем и придаст им... А не зрелых мы отправим на рынок труда. А не зрелых. Оцениваем. Я про то, что сотруднику очень важно давать вот этот продолжающийся обратную связь. Обратная связь может быть по его хардам, по его софтам, по статусу его задач. То есть с ним очень важно держать на пульсе вот эту коммуникацию. Обратная связь, она может быть по всему, да, здесь уже наша... Это может быть... Здесь наша задача уже самим определить, по чем мы хотим ему давать обратную связь. И важно, что обратная связь, она позволяет нам предупреждать появление, а не работать уже с какими-то появившимися проблемами. Например, очень часто еще... Ну, разные бывают формы обратной связи. Мы можем просто провести опрос, да, как сотрудники чувствуют себя на работе, есть ли какие-то проблемы, есть ли какие-то минусы. Но сотрудники сообщают нам а уже случившимся. И мы пока там Айчара обработаем этот опрос, пока решим, что с ним делать. Уже новая проблема, новые минусы. Уже, да, уже появятся новые проблемы, и я здесь хочу добавить момент своевременности и постоянства обратной связи. То есть, если мы все время будем у него рядышком, там, в конце недели спрашивать, как ты, что ты, что случилось, там, раз в квартал проводить вот эту оценку минимальную 360, но не со списком вопросов 140 вопросов, 40 вопросов, отдать там 3-4 вопроса от коллег и менять их просто каждую неделю, давать разные вопросы, мы позволяем вот видеть и давать, давать возможность развиваться нашему сотруднику. А это максимально ценно для людей, которые профессиональные эгоисты. Но если говорить еще про обратную связь, конечно же, там есть базовые принципы, про которые я бы, наверное, тоже хотела, может, проговорить, если сейчас есть. Да, вернусь, я сейчас к своим подсказочкам. Обратная связь, да, она должна быть, то, что я говорила, своевременная, для того, чтобы не решать проблемы, а предупреждать появление проблем, и это про обратную связь, и про опросы, которые мы делаем. Она должна быть, я бы, наверное, так сказала, сотрудник должен нам доверять, то есть, если это опрос, который мы проводим и хотим понять, где находится наша компания, то она обязательно должна быть анонимная. то есть, сотрудники будут бояться, что там последует что-то после их высказывания, уволят меня, не уволят меня, лучше я промолчу, и поэтому она должна быть такая тактичная, деликатная и анонимная, желательно, если мы спрашиваем, мы собираем какой-то такой пассивный фидбэк о том, как происходят сейчас дела внутри компании. Потом, когда мы объявили, что вопрос анонимный, не спрашивали, а почему ты не поучаствовал в вопросе? Я не видела твоя фамилия. Почему Анастасия игнорировала? Если анонимная, то анонимная, то мы тогда сохраняем эту конфиденциальность. Анонимная обратная связь, она действует, когда мы проводим какой-то опрос внутри компании, когда нам просто нужно понять какой-то ситуации чтобы сотрудники понимали, что конфиденциально сохранится и что это не для того, чтобы там какие-то вскрыть проблемы там, и потом это использовать против сотрудников, а для того, чтобы реально понять, решить их, что происходит в компании. И, конечно же, с обратной связью нужно работать. Вот это прям жирным. Сотрудники перестанут со временем вам отвечать на ваши опросы, если вы не будете работать, не будете решать задачи. Если вы не готовы работать с результатами опроса, то лучше и не проводить. То есть мы этим больше их вскроем боль, а не выскажем. Что будет подтвердать то, что мы работаем с обратной связью для сотрудников? Какие-то изменения, которые реально происходят? Во-первых, можно, например, просто провести вот этот опрос и сделать какую-то там демо, потом презентацию, какие основные боли были озвучены в компании, что сейчас сотрудники же видят нашей слабой стороной и как мы планируем с этим работать. То есть показывая всю эту статистику потом на экран или всеми сотрудниками? Либо, ну и желательно показывать. Опять-таки, я очень сильно за то, чтобы внутри компании всегда была прозрачность. Что мы делаем? Чтобы сотрудники дышали вместе с нами одним воздухом. Они понимали, куда идет компания, какие изменения, какие результаты вот этого опроса были. Я очень сильно топлю за вот эту прозрачность внутри компании. Можно просто в какую-то, так скажем, стихую вносить изменения и сказать, что вот сейчас вот это ввели. Но, опять-таки, лучше желательно показывать, что мы работаем с результатами опроса и мне нравится вот этот вариант через, ну такой фидбэк, да, предоставить, то, что было в опросе и как мы планируем с этим работать. Вот это будет показателем того, что мы работаем. Либо, например, просто айчару, либо руководителю, но, опять-таки, если это не анонимная обратная связь, зайти и сказать, там, я видел, что ты там указала, что у нас плохо построены процессы, потому что это бывают частные случаи. Для одного плохо, а для 80-ти там все хорошо и проблемы нет. Может, тогда проблема в сотруднике и можно просто с ним решить этот вопрос, может, у него отсутствует какая-то информация, ему нужно ее дать. Ну и показывать потом, что сделано, потому что я сегодня был на конференции, где выступала крупная, представитель крупной компании и у них была проблема текучки. Текучка, потому что сотрудники целей не понимали и целей было слишком много. То есть еще их было много, которые трудно было вообще понять, как это все успеть. И в какой-то момент компания поняла, что надо работать с целями. Во-первых, как-то укрупнять, во-вторых, как-то делать так, чтобы сотруднику было понятна его личная цель и цель компании. Пусть желательно это будет, пусть одна простая цель, но достижимо и понятно, и потом в течение трех лет процент текучки сильно снизился, да, то есть это некое конкретное достижение, которое компания, получив обратную связь, что не устраивает сотрудник, поработав с ней, на цифрах получила результат, то есть показывать, наверное, наш прогресс, что мы сделали по итогам работы с обратной связью. Да, да, опять-таки это все момент вот этой диагностики, мы просто спросили у наших же сотрудников, что не так, и с этим работать, никуда далеко ходить не надо, кто-то консультантов приглашает, кто-то сам спускает, думает, ой, проблема в этом, а мы вообще можем не то чинить, спросите, разговаривайте, да, спрашивайте сотрудников, то есть вот это мы очень часто упускаем сами у себя, вот эту большую и на самом деле бесплатную возможность получить, как к нам исправить, это же на самом деле реально бесплатно для нас, спросили и работаем с этим, потому что почему нужно спрашивать, проводить опросы, если мы не будем, знаете, есть такой принцип термитов, которые вводятся в нашем доме, да, они потихонечку, да, мы не будем этого видеть, но они там будут съедать наше дерево, 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 и когда они уже съедят несущие палки, наш дом разрушится, и на самом деле сама компания, она очень самоочищающаяся, да, и если какие-то плохие стимулы внутри компании работают, то люди, которые к вам новые приходят, они будут пропитываться и становиться такими же, например, да, и принимать эти правила игры, если же корпоративная культура сильная, то и в ней будут сохраняться такие люди, которые поддерживают вот эти ваши принципы, правила, а те, которые вам не подходят, они будут выходить из вашей компании, поэтому очень важно работать с вот этими термитами, скажем. Чтобы не накапливалось, да? Да. Окей, хорошо, тогда мы эту часть уже и тоже, или? Я думаю, да, что мы можем подытожить, конечно, про это можно говорить очень долго, но я постаралась какие-то интересные моменты из нематериальной мотивации, такие как цель и обратная связь, это то, что позволяет развивающая обратная связь, как опрос и обратная связь, как развивающая для сотрудника, как ему стать лучшим профессионалом, это то, что в долгую позволяет нам удерживать наших сильных специалистов. И обязательно работать с обратной связью, чтобы сотрудники видели какие-то позитивные изменения, потому что если мы просто спрашиваем каждый квартал, ну как, ну плохо, ну хорошо, и в следующий раз уже сотрудники никакого стимула говорить не будут. А я тебе еще на что скажу, что мы открываем боль, и мы сами спрашиваем, мы себе в ногу стреляем, лучше и не спрашивать, потому что когда человек приносит себе боль, он думает, что ты ее решишь. То есть если мы не готовы работать с обратной связью, то не надо нам это обратная связь. Работают, работают, увольняются, увольняются. Ну а вдруг наша цель такая. Ну у нас, да, да. Нет, я просто хочу показать с другой стороны, что если мы не работаем с обратной связью, проблему-то сотрудник вынес, он-то про нее сказал, и он-то ждет, что ее решат. То есть, значит, есть компания может быть два типа, если или в компании нет проблем, и мы не работаем с обратной связью, занимайтесь там, да, но они есть, но они нас не интересуют, да. Или все-таки если вы уже открыли этот ящик Пандоры, то есть, ну давайте рассказывайте там про вашу обратную связь, то придется с этим работать и какую-то устанавливать какие-то сроки там ежеквартальные, ежемесячные, для того, чтобы это демонстрировалось сотрудникам, показывать, что сделано, и руководство действительно тоже в этом всем работало. Открывайте ящик Пандоры обязательно. То есть, ты за то, чтобы все-таки открывать. Да. Хорошо. Ну, согласен, согласен. Окей, хорошо. У нас еще много вопросов, я их на десерт оставлю. Да, немножко мы время увеличим, потому что тема такая, что ее не уложить точно в час, но у нас смотрят зрители, пишут вопросы, поэтому мы не прерываемся, мы продолжаем. У нас еще есть вторая подтема, после которой перейдем к вашим вопросам. Есть такой инструмент, вот сейчас мы даже, я не понял, это материальная или нематериальная мотивация, после классификации Насте. Это накопительное корпоративное страхование. Это инструмент, который помогает компании, с одной стороны, получать льготы по ФСЗН, платить меньше налогов, но и стимулировать своих сотрудников, и удерживать их интерес длинную, потому что это выплаты, которые не прямо сейчас, а которые отложены, отсрочены. И более того, некоторые сотрудники, это страховка для компании, могут эти выплаты не получить, если они, допустим, потеряли интерес в работе в компании, или где-то предложили плюс 30, и они прямо сейчас хотят эти плюс 30 получить. Антон сейчас про это расскажет подробнее, но мне потом будет интересно понять, что это за инструмент все-таки материальной или нематериальной мотивации. Попробуем. И тоже потом попрошу Настю прокомментировать, как с ним работать, потому что и как его презентовать сотрудникам, наверное, для того, чтобы это было тоже эффективно прокоммуницировано, если компания в это идет. Антон, передаю слово. Спасибо, коллеги. Действительно, вопрос очень тонкий, значит, нематериальной мотивации. Мы можем подискутировать на этот повод, когда отвечать будем на вопросы наших участников. Тем не менее, пару слов буквально о том, что это такое. То есть накопительное страхование мы уже несколько раз озвучивали сегодня. Многие больше знакомы с медицинским страхованием. И Настя тоже говорила, что это является одним из инструментов мотивации людей, сотрудников, коллектива. И накопительная страховка, она действительно очень такой популярный инструмент на Западе. То есть у нас еще пока не стоит, что это очень популярный, да, в компаниях? Приобретает популярность. На самом деле скачок такой в год двухкратный или больше. Все больше и больше вовлекается в этот инструмент. Тем не менее, например, в той же Европе, если говорить про личные накопительные страховки, то это одна из основных таких страховок, которые почти у каждого есть. У нас же больше с этим только знакомятся, да, пробуют, пользуются, да. И государство тоже некоторым образом пытается поддерживать эти инструменты вот этими налоговыми преференциями, про которые я сегодня тоже вот скажу. У нас там есть какая-то информация на слайде, я бы прошу наших режиссеров запустить, чтобы мы так это предметно сейчас посмотрели. Да, тем не менее, если мы сегодня темой вебинара обозначили мотивацию и удержание сотрудников, то мы расскажем, как это работает в компаниях, да, и как это использует наши клиенты. Потому что мы работаем как с физическими лицами, так и с юридическими, да, и вот именно бизнес, именно компании, они используют этот инструмент для удержания своих сотрудников, для дополнительной мотивации, да. И она, с учетом того, что сегодня участниками вебинара являются как и собственники, там, и директора компании, так и финансисты, я думаю, здесь HR, то здесь такой вид и элемент мотивации, он интересен как и для бизнеса, потому что он позволяет действительно получать определенную экономию на фонде оплаты труда, да, на таком виде мотивации. И в то же время он работает как инструмент для HR очень хорошо. Вот, поэтому вот, если мы посмотрим на кейсы, которые мы используем, конечно, они как раз про это говорят. Это среднесрочная и долгосрочная мотивация сотрудников. Среднесрочная и долгосрочная мотивация сотрудника. Среднесрочная, это год, три года, то есть какие мы вот конкретно подразумеваем сроки под... Да, то есть от года и более, я сейчас буду когда говорить какие вот у нас таких три основных кейса сейчас использует компания, то есть самые уже выделенные, которые популярны и там как раз вот на сроке они и завязаны. Ну и простым языком поясним, то есть мы сейчас покажем кейсы, покажем цифры, как это работает, но простым языком вот это корпоративно-накопительное страхование это в двух-трех предложениях, это что? Первое то, что я люблю всегда говорить на встречах, что это единственная страховка, которая всегда возвращается, допустим если вы страхуете автомобиль в касках, то слава Богу если с автомобильным все в порядке, то деньги остаются в страховой компании, то есть это в принципе рисковое страхование, как мы его назовем, то есть это всем понятный инструмент. В медицинском страховании вы заплатили за сотрудника и он выхаживает там какой-то определенный лимит, получает услуги медицинские, деньги остаются, то есть получается часть денег в страховой компании, часть денег в медицинском То, что не выходило, то осталось в страховой компании, да? Да, да, все верно. Вот у нас же получается, что все деньги, которые вы в виде страховых взносов оплачиваете или как физическое лицо, либо как компания, они все выплачиваются потом либо сотруднику, либо компании, да еще и с процентами, то есть по сути выглядит, многие нас сравнивают с каким-то видом там вклада, депозита, там либо там какого-то инвестиционного инструмента. Да, это есть, но здесь еще есть и страховая защита в зависимости от вида страхования, которое вы выбираете, да? И здесь еще есть и налоговые преференции, которые поддерживают развитие такого страхования. Это может быть отложенный бонус некий для сотрудника, да, и он выплачивается там через год или через три года, этот бонус капитализируется, то есть проценты по нему начисляются и в случае, если вдруг сотрудник не доработал там, не добежал, потому что Настя говорит, надо же быстро надеваться, прошел месяц, есть результат, давай деньги, то есть какие там год-три, то есть если вдруг он там на какой-то длинный проект не добежал, сорвался, то компания может эту сумму оставить у себя, если она сотрудникам честно предварительно говорит, что выплачивается при таком-то условии, при достижении такой-то даты, такого-то срока, да? То есть компания здесь немножко страхует свой интерес, что мы в длинную мотивируем сотрудника. Да, мы можем мотивировать более лояльных сотрудников компании и не переплачивать нелояльных. Зарплата у всех одинаковая, но у кого-то еще страховка есть и будущее. И могут быть какие-то условия входа в эту страховку, да, к примеру, часть компании использует стаж, если стаж год и более в компании, то они автоматически попадают вот в такую накопительную историю. А из практики, из темы компании, с кем вы уже работаете, обычно это кого-то топов мотивирует, ключевых специалистов, или бывает так, что вообще всех застраховали и все довольны в компании, никуда не хотят они уходить? Да, конечно, здесь всегда присутствует такой элемент пробы, да, то есть для того, чтобы с этим инструментом поработать, компании не сразу могут включать всех сотрудников. Давайте отпилотируем сначала на топах. Да, да, потому что это все-таки ближе. На бедных топах сначала попробуем, да, если понравится, то спустим ниже. Да, но иногда бывает и наоборот, что действительно топы, уже система мотивации у них отработана, у них есть годовые бонусы, у них есть какие-то там… Им без страховки неплохо, да? Да, им без страховки хорошо, или у них личные страховки есть, потому что у нас есть собственники компании, которые дивиденды, часть дивидендов размещают в такие виды накопительного страхования уже от собственного лица. А специалисты, например, давать со стороны? А специалистов, да, они говорят, что вот у них оклад невысокий, премия зависит от продаж, рынок иногда тоже влияет на это дело, да, а страховка она такая стабильная, может быть она не сегодня платится, но тем не менее, если человек прожил кризис вместе с компанией, выдержал его с достоинством, принес ценность и пользу компании, то вот получи через год, через там или если это трехлетняя программа, вот такое спасибо в виде такой денежной или там страховой выплаты. Да, у нас этой осенью прозвучала хорошая фраза в нашей конференции, если радость на всех одна, то ебеда на всех одна в компании, но в данном случае эта часть ебеды распределяется через страховые программы и сотрудник получает личный доход дополнительный. Окей, хорошо, тогда идем дальше, наверное, по презентации, то есть как это работает и кейсы для того, чтобы действительно, ну компания PriorLife влаз на рынке фактически монополист в том смысле, что частная единственная компания, которая занимается этим типом страхования, да, и потом для частного бизнеса у нас основная история, это, конечно, частная компания, это по сути вот такой единственный провайдер на рынке этого типа мотивации сотрудников. Пройдемся сейчас по кейсам, по цифрам, как это работает для работодателя, как это работает для сотрудника, но и потом вернемся все-таки к вопросу, что это к определению и вопросы нашей аудитории. Поехали. Хорошо. Ну и вот важный момент, который хотел тоже озвучить, чтобы вплестись там или там правильно скоррелироваться с презентацией Насти о том, что есть своевременность, да, вот этот вот принцип, он действительно важен и мне было интересно в том числе тоже сегодня послушать про принципы, да. И здесь вот иногда компании задают вопрос, нам использовать это вместо или вместе, там допустим, да. Существующие там премии, там, да, потому что если замещать именно то, что есть, это не всегда может привести к хорошему результату, вот эта своевременность может потеряться, там, да, потому что если, ну давайте я тебе не буду премию сейчас платить, да, а заплачу тебе через год. Мы же с помощью стены сэкономим, да, да, то есть это, конечно, для работодателя понятная мотивация, а вот для сотрудника так себе, да, если вся мотивация ввязана только в это длинное, длинное. То есть это как доп инструмент, ну как хороший инструмент, точнее не доп, а он параллельно с быстрым стелированием должен идти. Да, и это, вот как правильно Виталий сказал, что это инструмент, который позволяет собственнику, либо там руководителю бизнеса управлять какой-то мотивацией, да, и не переплачивать, не платить, если человек там не заслужил, он уволился раньше времени, там и так далее, да. Вот эта вот страховка, она позволяет это сделать, да, и соответственно компания лишних денег не потратит, если она будет вкладываться, но потом решит, что вот эти сотрудники заслужили, а эти нет. Ну и вот на слайде, который сейчас показан, есть три самых распространенных кейса, которые сейчас используются нашим бизнесом, да, это годовые программы, то есть страховка, которая заключается на год. В принципе, как это работает, да, выбираются там сотрудники топы, ключевые сотрудники, либо все, и компания на них отчисляет какой-то взнос, взнос может определяться с суммой, которую они хотят выплатить, либо просто компания говорит, что я готова там на каждую сотрудника по такой-то сумме, по 50, по 100 долларов, да, да, по сути это в разрезе лицевых счетов, то есть там есть список застрахованных сотрудников, и на них вот копятся вот эти деньги. Но они их взять не могут использовать, то есть они как бы лежат, они еще предлежат компании, эти деньги на отдельном лицевом счете, на конкретного сотрудника, но сотрудник к ним доступа не имеет. Верно, да, и они даже в принципе… Такая морковка как бы перед сотрудником, да. Есть часть компаний, которые это используют в своих расчетниках, да, то есть они дают зарплату, оклады, премии, там какие-то бонусы, и есть строчка там страхования накопительное. Да, 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 и это, кстати, хорошо работает, поэтому вот если кто-то это уже использует… Обязательно расчетники включать, показывать, это же прям как-то… Еще жирным выделить. Во-первых, напоминание, во-вторых, это доп-мотивация тоже, да. Так вот, годовые программы, они позволяют в большей степени, во-первых, попробовать бизнесу накопительную страховку, да, что это такое, и побыстрее получить какой-то результат, первые отзывы, там обратную связь от своих же коллег, коллектива, да, и посмотреть, как это работает на их там… как это движет ими, вот. И также оно может заместить определенные такие годовые бонусы или 13-ю зарплату, как сейчас часто распространена такая фраза, да, потому что когда бизнес платит 13-ю зарплату, они все равно платят и ФСЗ, да, и другие виды налогов, здесь можно получить часть экономии вот за счет этого. Поэтому бизнес, во-первых, пробует, во-вторых, экономит деньги, ну и вот так мы знакомились. То есть, от ФСЗН вообще освобождается вот это страхование, да? То есть, ну вот эти 30… Да, я потом это подрезюмирую обязательно. Действительно, от ФСЗН освобождается, и вот эти 34% – это весомый такой расход в оплате труда. На счете, компания может даже как-то разделить от успеха сотрудникам, потому что это экономия для компании, ну и, собственно, сотрудник может больше получить. А есть ли какое-то отличие для ПВТ компании и не ПВТ в налоговом законодательстве? Есть. Вот, кстати, очень правильный вопрос такой, поэтому если кто-то сегодня из IT-отрасли есть, да, то здесь нужно смотреть обязательно в ПВТ ли компания или нет. То есть в ПВТ они имеют освобождение определенных налогов, к примеру, налог на прибыль у них ноль, и ФСЗН они платят от средней зарплаты по стране. То есть там они именно на ФСЗН уже с помощью страховок большой экономии не имеют. Большая экономия будет за счет подоходного налога, это я потом расскажу, на более длительных программах. Поэтому мы тоже работаем с IT-отраслью хорошо и понимаем друг друга. И здесь как раз вот уже больше история складывается вокруг пенсионных страховок дополнительных, да, потому что пенсия, получается, у IT-сотрудника такая же, как и у обычного сотрудника, там, в другой отрасли. А ты привык уже к зарплате в полторы тысячи, выходишь на пенсию и... Это не то, обманулись! Добро пожаловать в жизнь! Хотя, когда мы разговариваем с IT-отраслью, они себя не представляют пенсионерами, да, многие еще очень... Сейчас мало, кто себя представляет пенсионерами, я вот не знаю, наша аудитория. Мне кажется, к нашей пенсии, когда мы доживем, надеюсь, доживем до пенсии, такое понятие вообще, ну, что-то с ним произойдет, как-то он трансформируется, да? Тем не менее, это все равно определенный такой карман, да, фонд определенный, который формируется для сотрудника, и компания, наниматель заботится о сотруднике такими накоплениями, и они могут всегда быть выплачены досрочно, это не означает, что он должен там 63 года только получать эти деньги. Чтобы у вас были не только касты айтишники, но и эти пенсионеры. Да. Хорошо. Второй кейс, и он такой самый, наверное, оптимальный для и для бизнеса, и для сотрудников, то есть и с точки зрения цели и для HR-ов, и для собственников, это трех-пятилетняя программа. Вот это такая мотивация, которая позволяет, во-первых, все-таки удержать людей, потому что раз в год платят, может быть и так 13-ю зарплату, или бонус там может получит, может нет. А вот трех-пятилетние выплаты там не все делают, да, и озвучить сотруднику, что у тебя есть зарплата, у тебя есть премия, там, да, есть даже, возможно, годовой бонус в зависимости от результата в компании, и тем не менее ты по результатам трех лет, если определенный KPI выполнишь, либо ты пройдешь вот этот этап, эти проекты выполнишь, да, ты получишь еще вот такую-то сумму выплаты, да, страховой, то это очень даже удерживает, и иногда мы это называем, или даже вот наши там коллеги-страховщики называют это золотыми наручниками. Батареи, да. Наручники слова пугающие, но золотые, это уже совсем другое. Можно подумать уже, да? Поэтому для ключевых сотрудников это очень даже хороший инструмент, для ключевых топ-менеджеров, руководителей, но и для всех сотрудников, как соцпакет, это тоже может использоваться очень хорошо, и компании вот именно большие, которые уже попробовали какие-то короткие программы, они начинают пользоваться все-таки трехлетними там и более длительными сроками, потому что уже чего-то хочется большего попробовать, да, то есть они видят эффект от годовых программ, но он может быть больший даже с точки зрения экономики, да, потому что, к примеру, в годовых программах, вот мы проговорили ФСЗН, вы можете экономить, да, за счет того, что они освобождаются от платы ФСЗН в трехлетних и более программах еще идет освобождение от уплаты подоходного налога. То есть еще и 13% мы экономим, да? Да, конечно, там есть ограничения определенные, в год на сотрудника там есть сумма, каждый год она пересматривается больше. Лимиты какие-то есть, да? Да, тем не менее, на каждого сотрудника можно сэкономить подоходному налогу не менее чем 500 рублей на каждого. То есть по сути мы там в рамках этих лимитов налоги на фонд, вот в этих длинных программах вообще, я бы не платим, поэтому мы полностью можем мотивировать сотрудников, да, и накапливать эти деньги. То есть по меркам тем, которые в принципе сейчас есть у компаний, тем суммам, которые они как правило формируют для своих коллективов, да, они и вписываются и в лимиты, которые законодательство устанавливает все-таки, да, потому что если не ставить совсем никаких лимитов, то возможно большая часть зарплат перекочевала бы… Да, понятно куда пойдут деньги с расчетных счетов компаний. Да, раз мы этот вопрос немного зацепили, то еще обращу внимание, понятно, что я очень надеюсь, что компаний с выплатой зарплат в конвертах их там мало или их становится все меньше и меньше, да. Но вот здесь это как раз таки… Стимул работать в белую. Да, да, да. Оно позволяет действительно те цели, которые возможно они пытаются другими способами реализовать, достичь с помощью официальных… Но это для HR-бренда хорошо компания. То есть абсолютно, полагаю, у нас высокая налоговая культура, зрители, да, и все работают в белую, платят полностью на налоги, все и на карту зарплаты, но когда компания, грубо говоря, там кому-то платят конверты или компания платит легально, понимая, что через накописное страхование мы получаем тоже эту оптимизацию, законную оптимизацию, да, но это совсем другое восприятие сотрудника тоже, что компания ведет бизнес солидно, и я чувствую себя здесь в ней защищенным, да. Точно. Ну и третий вот вид – это пенсионные программы, да, и не от слова именно пенсия для пенсионеров, потому что есть пенсионные программы или пенсионные карточки. Я вот очень часто, общаясь с коллегами, говорю, что есть такой фактор, когда говоришь навстречу потенциальному клиенту, что есть пенсионное страхование, он говорит, ну нет, я же еще не пенсионер, еще. Не верит в это, да. А когда уже будешь пенсионер, то уже будет… Это слишком отложено. Финансовая грамотность, финансовая планировать, да, как на Западе почему-то шока нет у них, они там с 30 вполне себе там пенсионная программа начинают думать про это, накапливать, да, у нас про это думаем тогда, когда иногда уже и поздно надо думать, да. Здесь эта тема начинает приобретать популярность еще за счет того, что она освещается больше теперь сейчас, да, в СМИ, потому что есть определенные пенсионные реформы, которые… вот указ, который вступит в силу там с октября следующего года, что компании и сотрудники смогут формировать дополнительную пенсию по определенным подходам, о которых, я думаю, многие читали уже. Добровольная как бы… Да, то есть если сотрудник хочет формировать себе дополнительную пенсию, то и наниматель в пределах трех процентов от тех сумм, которые отчисляет сам сотрудник, сам, должна тоже эти деньги формировать, то есть именно пенсионный фонд. Для… некоторые задают вопрос компании, будет ли это, ну, как это может сказаться на фонде оплаты труда, потому что, ну, например, не каждый наниматель скажет, я буду всем собирать на пенсию, да. То там здесь, ну, есть такой момент, что вот эти 34% СССР, но они все равно же делятся на пенсионные, там, на больничные, там и так далее. И вот именно из пенсионной части будет уходить в этот фонд. Поэтому не стоит бояться, что это… Не стоит бояться пенсии. Повлияет на… Она нас ждет. …фонд оплаты труда. В то же время, дополнительная пенсия, про которую мы говорим, это абсолютно добровольная вещь, можно формировать на любой список сотрудников топы, топы, линейные персонал, средняя зима и так далее. И в то же время можно использовать еще это, как и паритетное страхование. Здесь, в данном случае, простыми словами, можно разделить ответственность сотрудникам. То есть, если, допустим, первую часть может компания формировать, да, какой-то заложить фундамент пенсионных накоплений, дальше она может передать вот этот вот пенсионный фонд на каждого сотрудника уже в личное ведение каждого. И он уже продолжит самостоятельно формировать себе пенсию дополнительную. А может ее просто потратить. И это будет в виде денежного пенсии. Ну и плюс это может быть актуально для сотрудников там 40-45 плюс. Потому что, конечно, есть на рынке определенный эйджизм. Тоже отдельная тема, да. Но как-то сейчас вот мы тут сменемся по поводу пенсии. На самом деле, действительно, есть проблема с сотрудником там 40 плюс. Не просто устроиться в компании. Не просто. Они уже считаются, что вот как-то уже в тираж выходят. Хотя это люди опытные, люди способные переобучиваться. И на самом деле очень классно бывают специалисты. И вот для таких людей, которые уже в принципе им действительно, может быть, до пенсии не так много, как нам, пока мы тут улыбаемся, шутим по этому поводу, то для них это хороший такой очень осязаемый инструмент. То есть они понимают, что пенсия в них ближе. И, собственно, они уже сейчас вместе с компанией про это думают. Да. Ну и мы когда расчеты делаем, мы видим всегда, и сам человек понимает, что в 45 еще есть возможность накопить себе нормальную сумму, наниматель может накопить. А уже когда 50-55 уже намного меньше, срок меньше, нужно отчислять. То есть дедлайн 45. Опять, если как бы хотим выйти на достойную пенсию, то не позже 45. Это точно. Это важно для нашей аудитории, в том числе и для топовых специалистов, которые смотрят наш вебинар. Окей, идем дальше. Хорошо. Значит, я не буду грузить здесь подробными цифрами аудиторию, которая сегодня на вебинаре, потому что уже вечер, да, и может быть у каждого другие цифры в голове после рабочего дня. Тем не менее, вот самый такой распространенный пример, да, это трехлетний, как я сказал. И если компания выбрала, допустим, сотрудника, на которого отчисляют взносы, да, то, как мы уже говорили, в СССР 34% не отчисляется. Подоходные на взносы страховые, да, также не начисляется. Страховая выплата, которая тоже задает вопрос нанимателей, при выплате тоже под налог подоходный не попадает. То есть это все согласно налогового кодекса. По ФСЗН это у нас постановление САМИ на 115, да, и также эти, в принципе, затраты на страхование относятся на себестоимость, да, и это тем самым тоже какой-то образом дает нам экономенную налогу на прибыль. Я тут только уточню один момент. Вот ФСЗН 34% не отчисляется, подоходный 13% не отчисляется, в пределах лимита 3890 рублей белорусских на сотрудника в год. То есть вот это вот та база, которая не облагается на 13% налога, да? Она, кстати, уже известна на следующий год, там 4127. Ну, каждый… Повышается постепенно. А по ФСЗН сумма может быть любая, она, в принципе, освобождена от ФСЗН. Да, да. Да, тут нет ограничений, то есть если вот… То есть если там 100 тысяч на сотрудника будет, то это 100 тысяч, которые освобождаются от ФСЗН. Да, да. Прекрасно, хорошо. И в данном случае мы говорим, что здесь эта возможность есть дополнительный такой бонус удержать сотрудника, да, и в то же время позволяет сократить затраты на оплату труда, потому что здесь есть, да, экономия… Существенно, да. Существенно, да. Она позволяет там до 45% сэкономить средств на вот такие виды выплат. И здесь мы видим, да, что, к примеру, если на 3 года заключить договор для девушки 35 лет, то 4,5 тысячи долларов можно собрать, если 130 долларов мы будем отчислять ежемесячно. 130 – это же та сумма, которая не попадает сверх лимит вот этого вот ограничения по подоходам, да? И что еще важно, да, что деньги эти, когда попадают к нам, да, здесь мы, конечно, как страховая компания, у нас есть свой интерес, да, это мы берем расходы на ведение страхового дела. Они в тарифе сидят в страховом, когда вы считаете, да, и вы можете увидеть, например, на трехлетней программе, что вы 130 долларов ежемесячно на 36 умножите, да, и вы не получите сумму там 4,5 тысячи, вы получите там чуть выше, да, то есть там какая-то часть сидит нашего интереса. Тем не менее, как мы уже говорим, компания здесь выигрывает за счет вот этих преференций по налогам, по СЗНу, по доходному. Ну и это же идет еще накопление на депозиты, то есть проценты еще идут? Да, да, только важно, я вот почему на этот момент сделал такой акцент, что вот эти вот проценты, которые начисляются с ежемесячной капитализацией, да, они позволяют наши расходы на ведение страхового дела сократить, отбить там таким каким-то образом. Ну а сколько так вот среднеизвешенный процент, который нужно заплатить страховой компании за то, что вы, собственно, ведете этот бизнес и эту услугу оказать? Ну, я сейчас расскажу, да, это хороший вопрос. То есть с каждых 100 долларов, например, которые вы отчисляете в такую программу, мы 8 долларов забираем, то есть 8 процентов, а 92 доллара попадают уже на страховку и на нее уже вот эту сумму каждый месяц начисляют. На нее идут еще по проценту, да? Да, процент, да. То есть у нас есть, понятно… Ну, 34,8, тут математика, конечно, очень простая, да, очевидно. А если еще плюс 13. А если еще плюс 13, то тут вообще легко посчитать, да. Да, да. В то же время можно понимать, что 8 процентов – это не те деньги, которые, в принципе, мы зарабатываем, а не меньше. Да, ради бога, с такой оптимизацией, как говорится, и не жалко, да. Но понятно, что да, понятно, что мы здесь про бизнес. Да, мы отчисляем деньги в гарантийные фонды, да. То есть мы, вот когда клиенты наши спрашивают про гарантию, мы в законодательстве страховым находимся под надзором Минфина, Министерством финансов. То есть это как у банков обязательно резервирование есть, да, на случай каких-то форс-мажоров, так и у вас есть тоже гарантийный фонд, что в случае каких-то форс-мажоров компания сможет обеспечивать свои выплаты, свои обязательства, да? То есть вот с этого, с этих расходов… То часть еще резервируется. Резервируется. Обязательно. И это мы делаем изначально, то есть с самого первого взноса, с самых первых договоров, то есть по законодательству, по указу о страховой деятельности. 530 мы это обязаны делать. А какой процент, вот такой депозитный, то есть какой процент накопительный еще в среднем взвешивании начисляется по валютным программам, например? По валютным, сейчас по долларам мы начисляем 3 процента. Годовых? 3% годовых от 3 до 5 лет. Здесь лучший результат получается при единовременном взносе, конечно же, да? Потому что вот если вы сравниваете вклад, депозит, да, вы тоже сначала кладете деньги и ждете процентов там до конца суммы. То же самое и у нас. Если вы положите сразу всю сумму, то эти 3% с капитализацией сразу дадут хорошую цифру. Да, плюс еще и преференции налоговые, да? А если мы говорим про ежемесячное пополнение, то понятно, что все тело вот этого вот страховки по чуть-чуть и придет оно полностью только к концу договора и эффективная ставка, конечно же, выше в случае единовременного пополнения сразу на старт. А по рублевым инструментам какой процент? По рублевому 8. Многие зададут вопрос, почему не 15, не 17, да? Почему? У нас есть такое законодательство, мы как страховая компания не имеем права выше ставки REF оставить. Ну да, иначе тогда бы банковский бизнес, конкуренция возникнет, да, очень серьезно? Да, но здесь есть дополнение приятное, потому что мы все равно размещаем эти деньги в депозитах белорусских банков, в облигациях, да, и мы можем зарабатывать больше, чем 8%, и вот этой вот дельтой мы делимся с клиентом. Это называется страховой бонус, да, и мы его считаем, показываем клиенту, и по указу мы опять на 50 на 50 поделимся вот этой вот прибыльной инвестиционной деятельности. То есть она может не получиться, потому что… Кэшбэк такой, да. Как может сработать рынок? Мы и по валютному, в принципе, так должны делать. Если мы вам обещаем 3%, а заработали там на вложениях 5%, то вот эти 2 мы должны поделить с клиентом пропорционально его взносом по договору. Здесь вот пример, он говорит о том, что 4,5 тысячи можно через 3 года озвучить девушке, что она получит в случае, если она достигнет тех показателей или выполнить все цели, которые довели на нее собственники или на компания. И в то же время… Здесь еще важный момент, если компания не IT, а вот работает на внутреннем рынке и выручка у нее в рублях, мы вот эту долларовую программу выбрали, то это тоже некая защита интересов сотрудников, потому что я понимаю, что если меня там назовут 4 тысячи рублей, то можно… У нас курс иногда меняется, да, и я не знаю, сколько это будет в каких-то таких деньгах в твердой валюте, да. Если я понимаю, что этот бонус у меня в долларах зафиксирован, то плюс-минус я понимаю, что эту сумму я получу, она твердая будет. Да. Внимательные участники вебинара заметят, что мы пишем по курсу у нас банка, да, мы принимаем взносы и выплачиваем, это означает, что хоть мы и говорим про валют, да, про доллары, про евро, это идет привязка, как у нас иногда говорят, псевдовалюта, квазивалюта и так далее. То есть мы говорим, что в договоре мы фиксируем, к примеру, там, 5 тысяч долларов. По курсу НБРБ на 1,5. По курсу НБРБ, да. Вопрос, который задает часто публика, это, почему страхование жизни, да. Звучит не очень, да. Настя, привет, заходи, мы хотим тебя застраховать жизнь, да. Я понимаю, что у нас вредное производство в компании, но… Запомним, кого не страхуем, да? Да. Ну, на самом деле, да, страхование жизни звучит, наверное, так, с точки зрения именно маркетинга и коммуникации, для сотрудника как-то так, съежишься немножко там, да. Да. Особенно вот еще на территории… Беларуси, да. Беларуси. Не привыкли про это думать. Они еще не привыкли, да. И все собираются жить вечно, вот. И здесь мы, конечно, чаще стараемся все-таки говорить на языке клиента, говорим про накопительное страхование, накопительные программы, да, программы, которые позволят… Да, лучше сотруднику продать, наверное, накопительную программу, чем страхование от твоей жизни сотрудника. Да, тем не менее, вот этот вот элемент, он тоже есть, он работает, означает то, что сколько бы компания не накопила денег на его счете, сотрудника, да, к примеру, она собирает там 4,5 тысячи, а собралась на счете только там 260 долларов. Не дай Бог, конечно, там жизнь пойдет не по тому сценарию, да, и сотрудник уйдет из жизни, то вся сумма там 4,5 тысячи, она будет выплачена уже за счет страховой компании, да, как материальная помощь близким, то есть, да, и… Это же в момент, когда страховой случай наступил, то есть это не через 3 года, а именно когда… Да, сразу и за счет… Ну да, уже несмотря сколько там денег собралось, мы выплачиваем всю сумму. Это сейчас, в принципе, тоже актуально, потому что… То, что, с сожалению, коронавирус и другие проблемы, да. …коронавирус, он показывает рост смертности, и, соответственно, ну, у нас случаев страховых больше стало, это факт, и сейчас, действительно, это работает в том числе… Как никакой помощи семьи, да. …от помощь, поддержка близких, да. Поэтому здесь можно говорить не только о 4,5 тысячах. Если заключает компания договор там на 10, на 15, на 10, там на 20 тысяч долларов, то по итогу, да, окончания договора выплаты, то эти деньги тоже выплачиваются. Понятно. Да. И здесь на слайде, который сейчас вы увидите, я его комментировать не буду по цифрам, но здесь просто скажу, что если вы потратите вот 130 долларов умножить на 36 месяцев, да, вы получите общую там, допустим, выгоду, да, на 34% эффективнее, чем вы выплатили бы это просто напрямую через 3 года, собирая ему где-то на своем счете, да, а сотрудник еще получит на 10% больше, чем получил бы, если бы вы делали это без применения вот такого вида накопительного страхования. Поэтому вот даже на графике там видите, какая разница есть с нами или без нас это делать. То есть порядка там разница затраты, выплаты там 2000 долларов плюс на одном сотруднике. Полтора раза. Да, а если это 20 сотрудников, то видите, что уже экономия может составить там 40 тысяч долларов. Ну а если мы говорим про компании 100 плюс сотрудников, то это уже существенно ощутимо. Иногда вот наши финансовые директора, с которыми мы общаемся, называют его иногда инвестиционным проектом. То есть они говорят, что я не всегда могу найти инструмент, где я могу вложить вот свои деньги так, чтобы мне вернулось 20% или там 40% и в привязанных к валюте. Это высокая ставка доходности. Да, она конечно ограничена вот этими всеми пределами, которые есть по налоговой преференции. Но тем не менее, многие финансовые директора и говорят, что если у меня есть такая возможность, то я эту сумму обязательно этим возможностью воспользуюсь. Если мы говорим про пенсионные программы, то она еще лучше работает, потому что когда сотрудник только пришел в компанию, он еще может не представлять особой ценности для нанимателя, потому что он только учится и сам сотрудник еще не знает, что будет дальше. И вот как молодой он не задумывается там о пенсии, не задумывается о накоплениях, но постепенно он там становится специалистом, получает большую зарплату. И его отчисления могут тоже расти, быть привязаны к окладу, к его должности и так далее. И через, к примеру, 5 лет он может посмотреть, что у него уже насобиралась очень солидная сумма. И для него это тоже будет триггером определенным, дергаться ли на рынке, если его в принципе все устраивает. он здесь ценен, у него есть вот за спиной такой еще финансовый там запас, удержит его от возможно каких-то переманиваний в другую компанию. А я здесь уточню с точки зрения компании. Допустим, сотрудника не удержало что-то и он куда-то ушел или уехал, допустим, и вот эти деньги компания ими может воспользоваться, когда срок заканчивается, вот этот трехлетний или пятилетний или там если компания решает, что эти деньги, деньги эти не нужны в моменте, она может, ну там понятно, за вычетом тех процентов, которые могли бы набежать, запросить их у страховой компании. Ну вообще, я так скажу, что в принципе можно вот, когда длительная идет уже программа, компания может и выплатить сотруднику, если он уходит, да, но он уходит хорошо и договорился. То есть получается, что ну мы там не докапитализировали эту сумму, но то, что есть мы говорим, это твое. То есть с учетом того, что накопил, с учетом этих процентов и даже с учетом налоговых вот этих льгот, потому что они сохраняются, если компании три года программа просуществовала, допустим, минимум, да, то все льготы сохраняются, если она год просуществовала, то ФСЗН все равно сохраняется. То есть по подоходному льготу не получим, но по ФСЗН мы ее получим, если сотрудникам хорошо расстаемся, можем заплатить. Да, поэтому здесь можно говорить о том, что если внутри компании есть такое принятое, да, делать какие-то положения об оплате труда, о страховании, там, каких-то других видах стимулирования мотивации, то можно заложить вот какие-то определенные базовые вещи, в том плане, что если сотрудник отрабатывает минимум три года в компании, то он, независимо от того, на какой срок заключена страховка, может ее забрать досрочно. Это, во-первых, делает цикл жизни сотрудника в компании более стабильным, да, они все стараются три года проработать, да, и не дергаться, даже если они вдруг что-то надумали, а у компании есть возможность планировать горизонт планированный определенный по HR. Еще такой крайний случай, уточню все-таки, а вдруг компания решила уволиться от сотрудника, он сидит как бы на месте, вот это все устраивает, у нее там деньги еще, не хочет уходить, а компания понимает, что ну вот не тянет, не справляется, что-то изменились задачи, а сотрудник не соответствует. Вот как в этом случае, и тут вопрос даже и не только к Антону, но и к Насте, как тут экологично расстаться, и что тут делать, все-таки тогда платить эти деньги за накопленный период или не платить, или как быть? Ну, компания, конечно же, сама должна определить, и это больше вопрос с точки зрения инструментов HR, что сделать в этом случае. Но я отвечу именно по нашим договорам, как это работает, можно и, компания может эти деньги просто на расчетный счет отозвать и не заплатить ему, она не обязана, потому что договор заключается между юридическим лицом и в течение всего срока договора, это деньги компании. Вниматель ничего не тратит в данный момент пока, он только накапливает эти деньги, а дальше уже идет вопрос, кому платить, то есть если сотрудник заслужил сотруднику, если не заслужил, компания может себе отозвать или перекинуть это на новый договор, на нового сотрудника. То есть может досрочно отозвать на расчетный счет, использовать эти деньги, либо может на какого-то другого сотрудника, который более перспективный и на него эту сумму переадресовать. Все верно, но они именно не в выплате будут, а именно в накопление попадут, или в счет будущих платежей по договору. Что у нас прокомментируешь эту ситуацию? Да, вот с точки зрения human capital, скажем так, смотрите, как раз таки, когда у нас там сотрудника контракт на год, к сожалению, не дотягивает он, для того, чтобы экологично с ним попрощаться, мы можем ему дать какой-то плюс оклад, плюс два, а вот это как раз таки тот инструмент, когда мы ему можем, наверное, мне кажется, сказать, выплатив, попросить, мы с тобой прощаемся, но попрощаться экологично с выплатой вот этой вот суммы. Можно и так, да. То есть, здесь уже вопрос HR-политики и HR-эйчей. Мы сохраняем свой бренд, мы там попрощались с ним, но вот, посмотри, там такая забота со стороны компании тебе, мы там не забираем, это твое, и ему принять решение и понимание того, что с ним попрощались, гораздо проще. Ну, с другой стороны, если там сотрудник уходит плохо или уходит не экологично, то все-таки, наверное, компания должна сохранить с собой возможность и не выплачивать эту страховку. Да, можно сохранить. Хорошо. То есть, ну, здесь, да, здесь хорошая история в том, что для работодателя, что она, конечно, очень, как это сказать, страхует интерес работодателя, да. Понятно, что все равно мы за этичные подходы, за то, чтобы мы с людьми вели себя и расставались тоже экологично, но всякое бывает. И если действительно сотрудник себя повел так, что, ну, компания при всем своем желании не видит возможности, вот, как бы, его поощрить, да, то у нее есть возможность этого не делать. Окей. Хорошо. Ну что, будем тогда постепенно финализировать, и еще у нас несколько вопросов, на которые нам предстоит ответить. Хорошо. Я буквально минуту вам покажу слайд расчетов, да, по пенсионным программам, потому что он более такой контрастный в том плане, что вот если собирать, понятно, на налогосрочную перспективу, цифры получаются привлекательные, да, и вот если мы хотим хотя бы 300 долларов пенсию сотруднику обеспечить, да, ему сейчас 40 лет. Дополнительную пенсию? Дополнительную пенсию, конечно. Так кто и что государство заплатит? Конечно, да, государственная пенсия, ну, мы на нее не влияем, то есть денется она куда-то или нет, мы за это не отвечаем, но вот то, что мы на нее не влияем, это точно. То есть это дополнительная пенсия? Да, да. То здесь уже, видите, по 91 доллару, там, по 92 доллара, точнее, надо уже ежемесячно уже откладывать, да. А если ему будет 45 плюс, то еще больше надо будет. Вот. И у него соберется, в принципе, там, денег порядка 30 тысяч долларов, да, при единовременной выплате, если мы ему сразу заплатим в момент выхода на пенсию. А если он выберет эту пенсию получать ежемесячно, как обычную, государственную, то он еще больше получит, там, порядка 36 тысяч долларов, потому что еще и проценты идут, начисляются, да, пока он получает, да, и он в течение 10 лет, допустим, он может выбрать там и пожизненную пенсию выбрать. Здесь срабатывает такой мультипликат. Но важно понимать, и это клиенты задают вопрос, мы отвечаем честно, что здесь принцип вырабатывает пенсии такой же, как и у государства. Если человек уже на пенсионном возрасте ушел из жизни, то деньги эти наследникам не достаются. Здесь срабатывает такой общий котел там пенсионного, допустим, резервов страховых, да, то есть они все собираются и тем, кто прожил больше, им больше и выплатится. Те, кто прожил меньше, им меньше выплатится. Понятно, что это всегда непрогнозируемая история, то есть если я хочу как-то быть твердо уверенным, что деньги все достанутся мне, то я тогда их сразу снимаю. Да, можно просто единовременно, мы спросим об этом у любого человека, даже если мы наниматель собирал эти деньги, спросим на моменте выхода на пенсию, как ты хочешь забрать деньги сразу или все-таки будешь получать их ежемесячно. То есть здесь опционально, понятно, длине я получаю больше, в моменте получаю сумму, которая меньше, но зато в моменте. Да. Ну и вот тот же слайд, только сравнение уже пенсионных программ, это если, допустим, компания сама будет собирать эти деньги или будет собирать с нами, то все те же преимущества по ФСЗ, но по доходному, по отнесению на затраты вот этих расходов на страхование, они есть. Да, и плюс вот этот мультипликатор, который срабатывает на этапе выплаты пенсии, он позволяет там очень большую разницу делать. То есть разница с собственными накоплениями составит на этом примере 10 тысяч долларов на одном сотруднике только. Поэтому тоже работает хорошо. И еще раз подчеркну, что для тех, кто боится длинных сроков, а сейчас многие бизнеса говорят, конечно, все-таки приходится в короткую работать и не могут заглянуть в далекое будущее, что эти программы можно всегда превращать в короткие. Собирайте своим сотрудникам один год, это первый кирпичик для пенсионных каких-то накоплений. А дальше отдавайте им, они сами решат потратить их или накапливать. Или им понравится, они скажут, давайте еще на три, на пять. Да. А мы проверим, как долго они хотят с нами работать. А мы как раз и узнаем. Соответственно, если резюмировать мою речь, то здесь есть эффект от использования таких программ именно мотивации в удержании персонала для компании, как для предприятия, так и для сотрудников. Для предприятия, как я уже говорил, позволяет не переплачивать сотрудникам, которые не лояльны, платить больше лояльным сотрудникам, которые, в принципе, являются такими основными локомотивами в бизнесе. Возможности оказать семьям материальную помощь в непредвиденных событиях, ну и сделать какую-то оптимизацию затрат на оплату труда и сделать какие-то отложенные бонусы, которые будут работать вместе с обычными инструментами, такими как оклады, премии и так далее. И так же будут стимулировать. А для сотрудников это как дополнительная выплата, как доппенсионное обеспечение в будущем, да, это уменьшение тоже подоходного налога, то есть потому что сотрудник может получить больше за счет таких программ. И, в принципе, бизнес, заниматель может с ним об этом договариваться. И это иногда может даже срабатывать лучше, чем медстраховка, потому что медстраховка, она целевая, да. Не все, как вот Виталий сказал, что не все выходят, да, вот эти суммы, хотя такой принцип есть, раз уже дали, то надо ходить, то надо врачам, да. Вот не будем заставлять людей ходить по врачам, если им это не нужно, тем более здесь сейчас коронавирус, да, и лишний раз появляться в больнице может и не стоит, там в медцентрах, поэтому каждый сам решит, получив эти деньги, на что ему лучше их потратить. То, что Настя вначале сказала, что всегда деньгами понятнее и проще сотруднику, да, самому себе планировать, как себя мотивировать, на что потратить. Ну, спасибо Антон, на самом деле для мировой практики это инструменты стандартные, инструменты работающие в мире, да, понятно, что в Беларуси они еще, они уже набирают популярность, они проникают в наши бизнесы, в наши компании, но еще рынок в этом плане развивающийся и растущий, да. Вот, поэтому интересные инструменты, инструменты, которые видим дают легальные возможности оптимизации, что это все, что мы делаем. Презентацию мы эту всем участникам вебинара тоже разошлем вместе с видео. У меня вопрос короткий к Насте и еще у нас есть несколько вопросов, на которые мы постараемся лаконично ответить от наших зрителей и перед завершением вебинара. Вопрос к Насте, вот из того, что рассказал Антон, это все-таки материальная или нематериальная мотивация? Ой, я ощущаю это как материальная мотивация. Материальная все-таки, да? Ну, отложенная с элементами игры, скажем так. Гемификация еще тут, да? Гемификация. Но, честно, прям, действительно все звучит очень интересно, и как даже вижу, я уже перекладываю это, да, как-то на компанию, мне кажется, на разных этапах, даже на этапе рекрутинга, когда мы ищем людей, минимум мы можем удивить нашего кандидата, да, а максимум это может стать конкурентным преимуществом, да? Да, максимум это может стать конкурентным преимуществом, когда при выборе одинаковых компаний он как раз-таки почувствует, ага, здесь так через время. Еще и страховка. Здесь нужно разложить, конечно, и продать это, рассказать, что есть такая история, и мы так заботимся о сотрудниках, это может стать поводом того, почему нас выбрали. Ну, я хочу сказать, да, вот мы как компания в прошлом году тоже рассматривали, но, как всегда, начало года планирования и закрутились, но даже для нашей компании про бизнес, вот для ключевых сотрудников мы тоже рассматриваем этот инструмент, хотим с 22 года его ввести, потому что это дополнительный инструмент мотивации и какой-то благодарности сотруднику, да, и, ну, понятный, прозрачный работающий инструмент, поэтому, естественно, не вижу повода им не пользоваться, честно, не вижу повода им не пользоваться. У меня тоже есть этот просмотр. Давай. Смотри, я вернусь к тому, что для каждого стимулы разные, для кого-то это накопительное, для кого-то это пенсионное, для кого-то страхование жизни. Из практики твоей компании они чаще всего все равно останавливаются на какой-то одной, либо они могут миксовать и сотрудникам предлагать выбор? Ну, конечно, если мы говорим про старт сотрудничества, компании не бросаются сразу все, да. Это тяжело, наверное, даже. Конечно. И, во-первых, внедрить, потому что уже что-то свое работает, да, какие-то системы мотивации и так далее. Поэтому в основном они пробуют с одного инструмента. И чаще, конечно, это все-таки вот накопительное страхование жизни, да, потому что оно позволяет делать сроки год и три. Вот самые популярные, это хиты наши, там, так говоря… Флагманы. Да, флагманы. Год и три. Вот. А уже дальше, да, если они вошли во вкус и они видят, что именно долгосрочная мотивация хорошо работает, они могут пробовать уже пенсионное. Понятно, что мы развиваем сотрудничество с нашими клиентами. И те, кто делал три года назад страховки, они более вовлечены в этот инструмент, чем те клиенты. Ну, компания накопает какую-то внутреннюю тоже статистику понимания, что да, это сработало, что вот сотрудники, естественно, это оценили, да, они дошли до финала этой программы, хотят дальше. Поэтому, наверное, с года точно можно попробовать. Все-таки год такой период, когда любая компания, несмотря на всю непредсказуемость на рынке, ну, как-то через год себя еще видит. То есть мы там, трудно загадывать, что будет через пять лет, но, наверное, мало какая компания там… Будем ли мы через год, если таким вопросом задаваться, то можно распугать всех сотрудников, да. Поэтому… Кстати, вот еще один вопрос. Наличие годовой страховки дает понять сотрудников, что как видео в догод компания еще что-то планирует. А если уже на три замокнулись… А если на три, то серьезно, стратегия в компании очень серьезная. Стратегия, да. Спасибо, коллеги, с вами очень интересно. Я вообще думаю, что обсудим, соберем обратную связь, конечно, от наших зрителей, но такая тема очень… Я серию вебинаров даже вижу по разным аспектам. Мы не уложили сейчас, но действительно было много полезного контента. Я попрошу очень лаконично ответить на оставшиеся вопросы от наших зрителей. Тут они больше Насте адресованы. Если еще есть какие-то вопросы Антону прямо сейчас, пишите. Постараемся задать. Если нет, то пишите. Мы потом письменно попросим ответить уже после нашего вебинара. Значит, вопрос от Татьяны Бабила. Как грамотно дать понять сотруднику, что компания вкладывает в него немалые ресурсы, и что его рост, его скиллы и прочее во многом зачастую заслуга компании, и что от этого не стоит сразу ждать больших плюшек? То есть, наверное, если так, это вопрос в одно предложение, то как дать понять сотруднику, что мы много в него вкладываем, и это надо ценить, а не только, собственно, требовать большую зарплату? Напоминайте ему про отправную точку, к каким он пришел, то есть разговариваете, если мы говорим про конкретный разговор с сотрудником, не про то, что дает компания всем, а именно вот этому сотруднику, вспоминайте, да, стройте с ним даже, например, какой-то план развития, индивидуальный план развития, например, зафиксируйте его в документе, да, и встречайтесь раз в месяц, например, смотрите, там, ты был здесь, теперь ты освоил этот инструмент, там, прошел вот это обучение, теперь ты вот здесь, да, вспомни, какой ты был, вот можно такими моментами, ставя какие-то контрольные точки, проговаривать с ними и вспоминать, то есть, да, что теперь ты, например, уже у тебя вся команда, то есть отзеркаливайте ему, какой путь он прошел. То есть, чтобы он, как это, в это зеркало смотрел и не забывал. Ну, а как по-другому, да? Логично, логично и экологично при этом. Значит, Анатолий у нас еще интересуется, вот еще такая ситуация, конкретно его интересует техническому специалисту, озвучивается на старте, что ты не программист и инженер, хотя я думал, что программисты тоже все инженеры, да, не программист и инженер, в итоге программисту платят 6 тысяч рублей, инженеру 2 тысячи рублей в одной компании. Мне кажется, это манипуляция словами просто. Манипуляция, да? Просто, нет, подожди, может я вопрос. Ну, вопрос, зачем быть тогда инженером? Ну да, то есть, зачем тогда идти на вот эту работу инженера? То есть, тоже про прозрачность, что мы под конкретной должностью понимаем, наверное, да? Да, мне кажется, мы просто уже сами играем и манипулируем просто словами, какими-то синонимами, причем я бы даже сказала. Кто-то называет себя девелопер, кто-то программист, кто-то саптвер, кто-то разработчик. Ну, я здесь, да, я соглашусь и скажу, что, конечно, у нас бизнесы не такие зрелые, как на Западе, где, собственно, частным компаниям уже сотни лет, да? То есть, если брать Штат или брать Западную Европу, там много-много бизнесов, которые, собственно, уже из поколения в поколение, и культура бизнеса, она более зрелая, более такая прозрачная, более открытая и так далее. Ну, и понятно, что и макросреда, она, наверное, более предсказуемая. Но все-таки вот мы с коллегами за то, чтобы за прозрачность, за экологичность, да, за… Люди это чувствуют, они оценят, они тоже умеют прекрасно думать и понимать, смотреть на рынок, сравнивать зарплаты. Ну, не нужно сделать из них каких-то там, да, ну… Они все умеют думать, анализировать, сравнивать и понимать, где вы хотите их обмануть, где вы хотите нематериальной мотивации закрыть материальную или еще что-то. Все они умеют это анализировать, будьте с ними честными. И именно вот эта честность, искренность, можем, не можем, почему так, она позволит вам удержать людей и доверять вам. Да, ну и важный момент, это же, чтобы сотрудники понимали, из чего формируются тоже их оклады, и премии, и бонусы, и страховые выплаты, да, чтобы было понимание, как я могу повлиять на результаты компании, на свой личный результат, как это взаимоувязано, и тогда эта честность, она будет как бы обоюдная, тогда не только компания раскрывается перед сотрудником, но и сотрудник понимает, что если он хочет больше, он может сделать вот это, вот это, вот это, нужно проработать там, выполнить такой-то проект и получить больше, да, и в короткую, и в длинную, и в среднесрочную, и в долгосрочную перспективу. Я вот, наверное, добавлю, что очень родилась такая вот мысль, что как раз-таки благодаря вот этой честности, когда люди принимают решение выйти из компании, они же там, да, смотрят на команду, да, на своего руководителя, то, что им комфортно, то, что он с ним развивается, то, что он с ним честный, да, то, что он с ним разговаривает. И как раз-таки вот это, вот эти те стимулы, которые заставляют его остаться. То есть это в том числе тоже не материальная мотивация, да? Да, да, да. То есть если мы разговариваем, если мы честны, если мы там учитываем мнение, спрашиваем, советуемся, объясняем, почему это так, а не просто прими и директивно что-то спускаем, да, а разъясняем и прозрачные, уже очень часто про это слово сегодня говорим, да, это стимул вот этой нематериальной мотивации, которая гораздо дороже. Ну и понятно, что если там зарплата не x2 отличается на рынке, он останется. И у меня еще в завершении один такой важный вопрос, даже немного личный. А если компания решает, что каких-то ключевых сотрудников мы хотим за счет корпоративного страхования дополнительно мотивировать, это надо озвучивать всем сотрудникам компании, кого лично мы решили поощрить, или это можно только тет-а-тет сотрудниками обсудить? Вот, наверное, Настя, у тебя спрошу. Как поступить в этом случае работодателю? Ну, там тоже такой момент. С одной стороны, если там, например, сотрудники умеют, ну, наверное, молчать, то об этом могут и не узнать. Но я бы все равно рассказывала и говорила, почему и как вот этот сотрудник, которому мы не дали страхование, может в следующем году либо через полгода попасть. То есть за что мы даем и что нужно сделать, чтобы в эту программу попасть? Потому что они узнают все равно и это сформирует. Во-первых, мне кажется, даже между сотрудниками, если они могут узнать, это может вызвать какой-то негатив. Мы сами, да, подливаем вот это масло в огонь. То есть эти программы тоже должны быть прозрачными? За что они даются? Я считаю, и как можно попасть в эту программу. И как можно попасть, если я в этом году не попал? Например? Что я могу сделать? Какие достижения, результаты меня компания может вести? Да, да. Я за это. Я считаю, что в каком случае может компания не говорить, точнее не говорят когда, они пробуют этот инструмент и одной из целей, только одну цель преследует. Да, там, допустим, определенная оптимизация затрат, там, допустим, экономия. Они, например, делают выплату 13-й, но делают это в виде страховки. То есть сотруднику могут это не озвучивать. Тем не менее, они тогда… А, то есть даже сам сотрудник получающий может это не знать, да? Получает деньги на карточку, да? Ну, ясно, да. Это же договоры между юрлицами, поэтому сотрудник получил на карте счет и получил. Но, с другой стороны, если бухгалтер имеет к этому доступ, он видит, он читает, он умеет думать и, скорее всего, да, разговаривать и кому-то рассказать. Второй момент, вот именно удержание, да, стимулирование персонала тогда не наблюдается, если не говорить об этом. Ну, тогда, да, тогда чисто оптимизация, а мы все-таки это еще как HR-инструмент рассматриваем, да? То есть, если это как HR-инструмент, то, ну, может быть еще такой вариант, что компания обкатывает этот инструмент и первый год мы просто там попросили каких-то… А почему не на мне, я спрошу? Это тоже… Откатайте на меня, пожалуйста. Я готова! В общем, вы за честность, за прозрачность, да? Да, да. Ну, во-первых, это действительно забота, во-первых, это нужно протранслировать, каждый инструмент нужно тоже уметь… То есть, что компания еще одним инструментом заботится о своих сотрудниках. Да, мы там, например, у нас хороший год, мы заработали, и вот эти деньги мы хотим вложить в вас, да, в этот момент, ну, там, за такие-то достижения, такие-то сотрудникам, да. В следующем году можно… Спасибо большое, коллеги. Тема, действительно, очень интересная, тема чувствительная и важная, особенно планируя будущий год, уже скоро у нас заканчивается 21-й, нужно как-то планировать 22-й и тоже планировать нашу HR-политику и развитие наших сотрудников и ключевых, и всех сотрудников компании. Поэтому надеюсь, что была полезная информация, полезный контент для вас. Пишите вашу обратную связь, пожалуйста, в комментариях. С вами были наш HR-эксперт Анастасия Шнек, представитель компании PriorLife Антон Гуринович. У меня подарок, кстати, есть клиентам, я еще не могу рассказать вам буквально пару слов. Бонус. Бонус, да, для тех, кто сегодня был с нами, слушал нас, у нас есть специальное предложение, мы, в принципе, можем QR-код показать, по которому вы сможете перейти на него и ознакомиться подробнее, оставить заявку на это спецусловие, да, но работает для вас до 15 декабря. Вы сможете... Этого года. Этого года, да. Окей. То есть у вас чуть меньше месяца на то, чтобы воспользоваться, тем не менее, мы проведем консультации, все расскажем, и что вы получите, вы получите более выгодные тарифы. То есть без условий, Калида. Мы расскажем, посчитаем с вами это обязательно. Видите, какой... Большой комплимент от нас. Какое спасибо, какой стимул смотреть наши вебинары, да? Надо бы вам вначале сказать. А вы проверим, мы честны, мы проверим, как много людей дошло до этого фрагмента нашего вебинара. Ну, это награда за внимание, награда за усидчивость и за интерес к теме. Поэтому спасибо. Мы, думаю, что остальным участникам тоже, кто будет в записи смотреть этот комплимент предложим, да, до 15 декабря можно им воспользоваться. Антон Гуринович, компания PriorLife и я, Виталий Валенюк, про бизнес. Спасибо, что были с нами. Ну и развивайте человеческий капитал, потому что по моему глубокому убеждению любой бизнес, да и любая страна, она только за счет развития своих людей может быть успешной, конкурентной, поэтому вкладывайте в людей. Спасибо. 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 Спасибо.